Часть пятая. Праздник на нашей улице. Для Аглайи опять настала трудная жизнь. На одну пенсию, которой ни на что не хватало. Даже на то, чтобы вставить в спальне стекло, которое в начале осени выбили футбольным мячом мальчишки. Окно она заклеила газетой. На газеты рвалась. В спальне было холодно и сквозило. Переселилась в гостиную и спала на диван-кровати, держа его всегда в разложенном виде. Диван был жесткий, двугорбый, как верблюд. Каждая половина выпуклая. Аглая по ночам скатывалась в середину. И хотя одеяло было теплое, она мерзла. Между двух половин дивана была широкая щель. Сквозь нее тянуло холодом. Начались, не дававшие спать, головные боли. А когда она все-таки засыпала, мелкие существа, тараканы, мыши, летучие мыши, подступали к ней, смеялись и скалили зубы. Иногда эти твари были похожи на членов Политбюро. Иногда снились члены Политбюро, похожие на этих тварей. Когда они исчезали, она приходила в сознание или в полусознание, в любую погоду продрогшее тело в гусиной коже, покрытой липким холодным потом. Весной появились боли в правом подреберье. Когда терпеть стала невмоченно, вызвала на дом врача. Пришел участковый доктор, пожилой, грустный, со шкиперской бородой, раздающийся двумя большими клочьями в стороны, в халате поверх старого пальто. Посмотрел, прослушал, смерил давление, поинтересовался, как аппетит, есть ли тошнота, рвота, отрыжка. «Аппетита нет», — сказала она. «А остальное есть». «Ладошки можете показать?» Он повернул ей ладони к свету, помял мягкими пальцами. «Розовые ладошки». «Печень ваша включила красный сигнал цирроза». «Это что значит?» — спросила Аглай. «Это значит, что пить надо бросить сейчас же, перейти на диету. Ничего жареного, поменьше соли и жиров, побольше витаминов. Если все это будете соблюдать, то еще поживете». Когда доктор ушел, она подумала, и, не надумав, для чего бы ей еще жить, отправилась в магазин за водкой. В магазине встретила Диваныча в штатском засаленном пиджаке. Отрастил длинные волосы, как у папа, и сзади заплел в косичку, желтый, худой, пиджак на нем, как на палке, во рту ни одного зуба. Она не помнила, когда видела его последний раз в прошлом году или вчера, но думала почему-то, что он умер. «Да вот, чуть и не помер», — прошмакал Диваныч. «В больнице лежал, нашли полипы в прямой кишке. Если гряд не вырежете, могут переродиться. Когда мне в прошлый раз грыжу вырезали, там хирург был Семен Залманович Кацнельсон. Ну, прямо чудо, доктор! Золотые руки! Я раньше к нашим-то не ходил, всегда старался попасть к евреям, потому что еврейский врач — это как ювелир. Что надо, отсечет, но лишнего не тронет. В этот раз прихожу, а там доктор Богданов Иван Трофимович. Два метра ростом, в плечах во, а руки такие рыжие, в веснушках и волосатые. Думаю, с мясокомбината перевели на понижение. Я спрашиваю, а где же Семен Залманович? А он, говорит, в Израиль уехал. А Раиса Моисеевна? А Раиса Моисеевна в Америку, в город Чикаго. А Богданов, говорит, да при наших условиях и при нашей зарплате я бы сам, говорит, в Израиль уехал. Да кто же меня с такой рожей-то пустит? Но все-таки и он сделал мне операцию неплохо. За деньги? Спросила Аглая. Откуда же у меня деньги, Аглая Степна? Ведь власти нас сколько раз кидали. То черный вторник нам устроит, то черную пятницу. Это называется экзамен на выживание. Надо освободить страну от лишнего балласта. Мы, пенсионеры государства, слишком дорого обходимся. Вот они и хотят извести нас под корень. Кто они? Спросила Аглая. Ну, кто, кто, сказал Диваныч. Жиды. Везде сидят. В правительстве, в доме. Одни жиды. Согласна? Ага, сказала Аглая и покивала головой, хотя мнения свое у нее не было. Диваныч пришел без денег, но со своим стаканом. Сдавал его на прокат. Алкаши, которые побогаче попросят распить бутылку, глоток отольют. Там глоток, здесь глоток. А ему больше не надо, организм слабый, многого не требует. Плеснула ему и Аглая, и поплелась домой. Во дворе механически обошла иностранный джип на высоких колесах с заляпанным грязи номером. С некоторых пор во дворе всегда стояли джипы, Мерседесы, Вольво и прочие иномарки заказчиков ТО-фейерверк. За рулем увиденного Аглая вездехода сидел мордоворот. Когда Аглая проходила мимо, он закрыл лицо газеты «Известия», и морды стало не видно. Только уши торчали из-за края газеты в разные стороны. Но он мог бы не закрываться, Аглая давно ничего ненужного ей не замечала, а замеченное немедленно забывала. Аглая прошла к себе, пронесла свою сумку сперва на кухню, но там было грязно и неуютно, решил поесть в гостиной. На журнальный столик постелила газетку «Долговский вестник», расположила на ней чекушку, стакан, черный хлеб на разделочной доске, два крутых яйца, сваренных еще утром, лук и соль. Уютно устроилась, налила себе треть граненого стакана, взглянула на Сталина. Он стоял, заросший пылью и паутиной. И показалось, что он смотрит на нее сукаризной. «Стой себе», — сказала она, и махнула рукой. Газета лежала перед ней в развернутом виде, первая и четвертая страницы текстом кверху. На первой вести из Москвы президент встречался с министром юстиции и обсуждал вопросы политического экстремизма. Мэр Москвы решил построить в столице самое высокое в мире высотное здание. В детском саду обнаружено взрывное устройство с начинкой и смесей гексогена с тротилом. Из местных сообщений отчет о подготовке к выборам районной администрации власть небольшая, всего-то в пределах района, а сколько страстно желающих и на все готовых. У Аглаи в глазах рябило от количества политических партий, коммунисты, социалисты, монархисты, либералы, демократы, кадеты, социал-демократы, либерал-демократы, члены союзов, борьбы за свободу патриотических сил, белые, зеленые, голубые и всякие прочие направления, цвета и оттенки. Люди, входившие в эти партии, союзы, движения, объединения или блоки, отличались друг от друга не больше, чем долговские куры, меченые чернилами разного цвета. Цвет снаружи разный, а внутри интерес один – пробиться к кормушке и во возможности ею завладеть. Между прочим, местных политиков с местными курами первым сравнил наш адмирал, автором временно выпущенный из виду. Впрочем, адмирал, к описываемому времени уже совсем старенький, имел в виду не только местных политиков, когда говорил «они все из одного инкубатора». Но хотя и из одного инкубатора, а глай ближе других были те, которые продолжали себя называть коммунистами. «Они во главе со своим лидером Александром Жердаком имели большие шансы на победу на выборах. Правда, и соперники у них были также не слабы. Конституционных демократов ввел в бой бывший следователь КГБ Коротышкин. Независимым кандидатом объявил себя Феликс Булкин, которого в печати называли то крупным предпринимателем, то уголовным авторитетом. Причем звание уголовный авторитет употреблялось как официальное и не хуже других. А бывший порторг маслозавода Пыжов шел на выборы во главе местного отделения блока «Отчизна». Все они сулили избирателям одно и то же. Большие зарплаты и пенсии, дешевые квартиры, бесплатную медицину, борьбу с коррупцией и порядок. Коммунисты манили социальной справедливостью, а Булкин обещал пенсионерам бесплатный суп каждой бабе по мужику и каждому мужику по бутылке. На последней странице были новости спорта, астрологический календарь и объявление, по которым глаз Аглая равнодушно скользил. Белю потолки и клею обои. Продается автоопель-кадет с запасным комплектом резины. Индийский чародей Бенджамин Иванов высшая магия. Моментальная привязка и приворот любимого навсегда методами вуду-зомбирования. Полное избавление мужа от любовницы и возврат в дом. Гарантия 100%. Недорого. Стрижка, щипка, тримминг собак. Освещаю помещения жилые и офисные, дома, участки, мебель и автомобили. Священник, отец Дионисий. И стихами Доктор Федор Плешаков лечит алкоголиков. Эспираль, торпеда, кот, пить не будешь целый год. Аглая задумалась, не посетить ли доктора Плешакова. Но не пить целый год. Возможно ли это? Она махнула рукой и стала читать дальше про распродажу шуб и дубленок, остекление окон, бурение скважин, удаление зубов без боли, циклевку полов и восстановление девственности надежно, дешево, конфиденциально. Сидя на диване, она задремала. И опять появились маленькие не то тараканы, не то мыши, не то помесь того и другого. Они корчили рожи, скалились, смеялись. А когда Аглая спросила их, кто они, появился маленький диваныч и сказал, «Жиды». И тараканам мыши стали совсем нахально смеяться. А диваныч, стуча по стулу стаканом, запел «Сердце красавицы, склонно к изменею». Мыши тараканы исчезли. Мыши тараканы исчезли. Диваныч растворился в воздухе, но стук продолжался. Аглая подошла на цепочках к двери и спросила негромко, «Кто там?» оттуда ответили, «Жиды». «Кто?» удивилась она. «Жиды», повторил мужской голос. Аглая откинула щеколду и увидела перед собой молодого человека в драповом длинном пальто с велюровой шляпой в руке. Она заглянула за его плечо и спросила, «А где остальные?» «Кто?» не понял пришедчий. «Мы бы сказали, что вы...» Она замялась, не желая произносить слово, которого в своей речи все-таки избегала. «Жердок представился пришедчий, Александр Петрович Жердок, секретарь райкома партии». «Какой партии?» настороженно поинтересовался Аглая. «А разумеется, коммунистической,» Аглая Степановна. Внушительно сказал Жердок. «А разве есть еще коммунистическая партия?» спросила она. «Конечно есть,» сообщил Жердок. «Она растет и крепнет. Разрешите войти?» Она прошла в гостиную, и он за ней. Ей было неловко за беспорядок. При виде Сталина гость не остолбенел, как это бывало с другими, а осмотрел статую уважительно. Слегка поклонился ей, повернулся и поклонился Аглае. «Спасибо», сказал он тихо, но от души «спасибо». «Скоро мы вернем товарища Сталина на его законное место». Даже эти слова не произвели на нее никакого впечатления. Он сел на валик дивана и, растягивая шляпу на колени, начал смущен. «Аглае Степанова, мы все о вас знаем». «Она и на это не отозвалась». «Мы знаем все о вашем героическом прошлом, о вашей принципиальности, несгибаемости». «Ага», сказала она, кивая. «Ну, сейчас вы, может быть, немного и согнулись, но в этом не виноваты», горячо сказал жердок. «Такие времена. Кого угодно согнут и поколеблют уверенность. Чуждые в России люди захватили власть, выхватили у нас из рук то, за что вы всю вашу жизнь боролись. И что же нам делать?» «И что же нам делать?» повторила Аглая. «Нам есть, что делать, Аглая Степановна», убежденно сказал жердок. «Нам очень есть, что делать. Посмотрите сами. Когда мы были у власти, люди нас не любили. А теперь они сравнивают и видят, что было при коммунизме и что есть сегодня. Нищета, проституция, безработица, разоренные армии, бастующие шахтеры, голодные учителя, воровство, коррупция, горячие точки, терроризм. Народ возвращается к нам, Аглая Степановна». «Хорошо», отозвалась она равнодушно. «Но нам нужна ваша помощь. Моя?» «Вяло удивилась она. Ваша Аглая Степановна, ваша помощь. Ваш громадный жизненный и политический опыт, неукротимая энергия». «Энергия», возразила она, «откуда?» «Я старуха, древняя, слабая». Посмотрела гостям в глаза, подумала и призналась. «Пьяница». Жердык покивал головой печально. «Да, слышал. Немного злоупотребляете, но мы вас вылечим. Правда? Тут понадобится ваша собственная воля к победе». Жердык вскочил на ноги, отбежал к Сталину и стал говорить из-под него, как бы и его привлекая в союзники. «Аглая Степановна, помнитесь, отряхните себя оцепенение и становитесь в строй. Родина, партия ждут вас». «А что я должна делать?» спросила она, без интереса. «Выступать перед трудовыми коллективами? Участвовать в митингах, демонстрациях? Пошлем вас в Москву для участия в акциях всероссийского масштаба, в пикетах, уличных шествиях. Согласны?» «Не знаю», замялась Аглая. «Но как-то неожиданно. А за это... А за это не посадят?» «Что?» переспросил удивленный жердок Аглая Степановна. «Вы же партизанка, отважная женщина. Да и о чем вы? Посадить вас заслуженного, человека?» «Извините вашего возраста». «За что?» «У нас ведь все-таки демократия?» «Демократия?» Она посмотрела на него с сомнением. «И что?» «И никого не сажают?» Аглай, Степан, улыбнулся жердок. «Так это же гнилая демократия!» 16 апреля 1995 года доктор Плешаков записал у себя в книге «Регистрация пациентов». Ревкина Аглая Степановна, 80 лет, обратилась по поводу хронического алкоголизма. Жалуется на общую слабость, головные боли, боли в области печени, также на кислый вкус во рту, отсутствие аппетита, галлюцинации и потерю интереса к жизни. Ввиду преклонного возраста принято решение о психотерапевтическом лечении. Проведено ложное купирование с введением внутривенно-физиологического раствора. Больная предупреждена, что в течение ближайшего года прием даже незначительной порции алкоголя может привести к летальному исходу. Результатом посещения доктора Плешакова было то, что Аглая бросила пить, а заодно курить. Совершенно бросила и то, и другое. И сама удивлялась, как легко ей это далось. И уже через несколько дней заметила, что в трезвой жизни есть много хорошего. Сознание прояснилось. Перестали посещать ее тараканы, мыши и мелкие члены политбюро. Стало ориентироваться во времени и пространстве. Появилось ощущение смысла жизни и желания что-то делать. И вернулась к чувствам нужности партии, родине и народу. И снова силой полюбила она Сталина. С новой силой возненавидела тех, кого ненавидела раньше. Радуясь своему новому состоянию, она старалась регулярно питаться, совершала получасовые прогулки и перед завтраками после обеда принимала прохладный душ. И наладилась ездить по призыву и за счет партии в Москву участвовать в митингах, демонстрациях, пикетах, где неизменно появлялась с портретом Сталина. Не с тем, что стоял у нее в комнате, с цветным, где Сталин в фуражке, в кителе, с погонами и орденами. Можно сказать, это было ее второе рождение. Вечерело, когда к дому 1А по комсомольскому тупику подошел неприметный в сумерках господин в мышином пальто и шапке из меха пыжик натуральный. Артикул 4.6. Держа в руках дипломат с двумя цифровыми замками. Бабуля, не здесь ли проживает Иван Георгиевич Жуков? Обратился он к старухам на лавочке. Иван Георгиевич переспросила одна из старух. Это Ванька бомбешник, что ли? Бомбешник? Поднял брови господина. Что, все знают, что он бомбешник? А как же не знать, сказала старуха. Ведь мы все же здесь живем, соседи, чай. все друг про дружку знаем. Да, удивился он. От ваших знаний бабули кому-то могло быть большая польза. Чего? Вторая старуха приложила кривую ладони к тугому уху. Я спрашиваю, повысил голос пришедший, где же он проживает, ваш бомбешник? Прежде чем ответить на вопрос, старухи тут же, перебивая друг дружку, объяснили пришедшему, что проживает Ванька в полуподвале. Как спустишься сразу направо и попутно изложили пришедшему всю Ванькину биографию, когда и при каких обстоятельствах родился и у каких родителей, какой был красивый мальчик до армии и какой стал некрасивый после и про родителей его рассказали и про бабку, которая за ним ухаживает и готовит ему и стирает и по делам его с большими сумками куда-то все ездит и привозит ему какие-то как они сказали запчасть. Значит, бабка там тоже с ним? спросил пришедший. бабки нет, сказала первая старуха. Бабка-то в Москву поехала за запчастями. Уж три дня как поехала и все нету. И что же теперь? За ним никто не ухаживает? спросил пришедший. Ну, почему ж, отвечала та же старуха. Мы ухаживаем, в магазин ходим, стираем, а нам платят за это. богатый? спросил приезжий. Да уж не бедный. Он за эти забомбы-то хорошо получает. Ему ж клиенты подъезжают на этих каких? на сердемесах, подсказала вторая старуха. Не на сердемесах, а на мердисесах. Что в лоб, что по лбу, отозвалась вторая старуха. И на джинах, и на каляках, уточнила первая старуха, имея в виду джипы и кадиллаки. И тем поставила вторую старуху на место. Пришечий поблагодарил бабушек за подробную информацию и пошел дальше. Ступени в полподвал были кривые, скользкие, лампочка отсутствовала. Пришечий спускался осторожно, держась рукой за сырую шершавую стену. Спустился, нащупал обитую рваным войлоком дверь, но прежде чем постучать, переложил портфель из правой руки в левую, а правой, придержав шапку, приткнул глаз к замочной скважине. Впрочем, ничего интересного он не узрел, кроме сырой узкой комнаты с ободранными обоями, стола, освещенного лампой с низко опущенным оранжевым абажуром, сутулой спины в сером свитере и седой головы. Не отрывая глаза со скважины, господин постучал два раза, потом три, потом один раз и увидел, что сидевший за столом развернулся и едет в коляске, ему навстречу отпрянул от двери. При виде Ваньки всего, как он есть, пришедший испытал желание попятиться, но его учили владеть собой во всех обстоятельствах и он собой овладел. Наставив на гостя пластмассовую ногу, Жуков мерцал одним глазом и в мерцании там таилось сомнение. Вы от Ивана Ивановича? Да нет, сказал незнакомец, пожалуй, сам от себя. Разрешите войти. Вас кто-нибудь направил ко мне? Почему вы думаете, что меня кто-то должен направить? Неужели я не могу прийти сам от себя? Но от кого-то вы узнали, как ко мне надо условно стучать? Ну, знаете, тайна это к числу непостижимых никак не относится. Все подпольщики любители придумывают одну и ту же формулу стука. Сначала тук-тук, потом тук-тук-тук, и еще раз стук. И все. Никакого разнообразия. Разрешите войти, повторил он. Ванька подумав, откатился к столу и только после этого сказал, войдите, закройте дверь на задвижку, стойте, где стоите. Кто вы? Сейчас скажу. Нежданный гость снял в шапку, обнажив лысое теме, покатая, загорелая и растресканная, как старая черепица. Только вы не пугайтесь и не совершайте поспешных действий. Я уполномоченный или, проще сказать, начальник местного отделения ФСБ, КГБшник по-вашему. Вы хотите меня арестовать? Тихо спросил Ванька. Но что вы? улыбнулся пришедший. Если арестовать, я бы вряд ли пришел один, тем более сюда. Ваша лаборатория числится у нас как Малая Хиросима. Как вам, кстати, название? Так вот, у меня никаких зловещих намерений относительно вас не имеется, а совсем даже наоборот. Хотите, чтобы я вам рассказал о своих клиентах? Не скрою, было бы интересно. Но в данном случае я вам хочу рассказать кое-что о наших клиентах. По крайней мере, об одном из них. У нас, как вы знаете, недавно прошли выборы районной администрации. И наше население очень дружно, в едином, как говорится, порыве, выбрало себе молодого, энергичного. Вы имеете ввиду Саньку? Ну, вы нашего руководителя можете называть и Санькой по праву бывшей дружбы, а для меня он теперь Александр Петрович. Хотя я с ним в далекие юные годы тоже имел честь встречаться. но все это чушь. Я просто хотел вас спросить. Вы хорошо помните время, когда в Москве снимали комнату диссидентской старушки и как жердок к вам туда приходил? Вам надо, чтобы я на него настучал? спросил Ванька иронически. Какое гадкое слово, хотя укоренилось. так вот, я сам хочу вам кое на кого настучать. Позвольте все-таки к вам приблизиться. Ну, приблизьтесь, разрешил Васька. Научите, что уже учел, поспешно заверил гость. Приблизившись, он поискал глазами стул, но, не найдя его, сел на зеленый ящик, вроде патронного, положил шапку на стол, портфель на колени, щелкнул замками, достал красную картонную папку, развязал шелковые тесемки, достал из красной папки другую желтую и со словами «Я думаю, вам было бы интересно», протянул ее в банке. Это были ксерокопии старых рукописных текстов. Донесения агента по кличке «Сердце красавицы» или сокращенно «СК» выглядели приблизительно так. Давал мне читать книгу Орвелла 1984. Когда я ему вернул книгу, он спросил «Ну как?» Я сказал, что книга сильной, но ужасы, описанные в ней, кажутся мне слишком надуманными и неправдоподобными. Он спросил меня, «А не кажется ли мне жизнь в Советском Союзе похожей на ту, что описано у Орвелла?» Я сказал, что не кажется. У нас нет такого тотального контроля над каждым человеком, нет и быть не может. Он мог бы быть в Германии или Англии, но не у нас, где благодаря характеру народа всегда был, есть и будет бардак, который является наиболее эффективной формой неосознанного саботажа. С этим мнением он согласился, но настаивал на том, что пророчества Орвелла гениальны. Давал читать мне архипелаг ГУЛАГ и тоже спрашивал мнение. Я сказал, что книга замечательная, документальная, но некоторые факты кажутся мне не совсем достоверными. Он стал со мной спорить, говоря, что эта книга необычайной художественной силы. Что может быть во всей мировой литературе нет ничего равного ей по силе. Я спросил, это даже лучше войны и мира? Он сказал, да, лучше войны и мира. Я сказал, это уж слишком. Он сказал, ах, слишком? В таком случае я тебе вообще ничего давать не буду. Но уже через полчаса предложил мне почитать книгу югославского автора Милова Наджиллоса, говоря, что это тоже очень сильная книга, даже сильнее, чем архипелам ГУЛАГ. Ванька читал донос единственному своему глазу не веря. Читал о том, как слушал BBC немецкую волну, называл Брежнева маразматиком, считал, что книги Брежнева вряд ли писал он сам, возмущался, что Брежневу дали Ленинскую премию по литературе и Орден Победы, соглашался с Рейганом, что Советский Союз Империя Зла хвалил джинсы Леви Страус, негативно отзывался о колхозной системе, утверждал, что Ленин умер от сифилиса, уверял, что Сталин незаконный сын генерала Пржевальского и шутил, что Сталин гибрид Пржевальского и лошади Пржевальского и похож на них обоих. Затем Ванька прочел про то, что он рассказывал анекдоты о Чапаеве, показывал фотографию академика Сахарова, с которым якобы лично общался, радовался победе канадцев над нашей хоккейной сборной и, самое главное, изготовил копировальную машину, на которой размажал хронику текущих событий. Ванька читал низко склонивши седую голову и вертя ею, когда ползал взглядом от начала строки к концу и обратно. Прекратив чтение на середине, он отвернулся от рукописи и на какое-то время замер, закрыл глаза и даже как будто заснул. гость ждал терпеливо. Ванька открыл глаза и повернул его в сторону гостя. «Зачем вы мне все это принесли?» спросил он. «Хотел открыть вам глаза на вашего друга», сказал пришедший, неожиданно для себя смутился, подумал, что нельзя открыть глаза во множественном числе, одноглазом. «И это все?» спросил Ванька. «Не совсем. Вы теперь знаете, Жердек очень плохой человек, но он много хуже того, что вы знаете. Страшный человек», сказал гость с чувством. «Он на вас стучал, он на всех, на кого мог стучал. Это из-за него вы попали на войну, из-за него стали калекой. Это человек, у которого нет ни принципов, ни чести, ни совести». В 91-м году он публично сжег свой паркбилет, а уже в 94-м вернулся в компартию, занял в нашем районе ведущие позиции и теперь рвется выше. Я вам скажу как демократ. «Вы демократ?» не поверил Ванька. «Да», сказал гость с достоинством. «В общем, я демократ, но я не верю, что демократию можно установить и сохранить слабыми руками. Коммуняки готовы использовать против нас все методы, и если мы будем бороться с ними в белых перчатках, мы проиграем». Короче говоря, Ваня, очень прошу помочь. «Мне кажется, где-то я вас раньше видел», сказал Ванька. «Видел?» кивнул гость и улыбнулся. «Очень даже видел?» «И не один раз?» «Крыша моя фамилия?» «Игорь Сергеевич Крыша». В комнате стало тихо, Ванька молчал, озадаченный нежданным открытием. «А, сказал он, а зачем же вы... ты говоришь, что ты из КГБ, то есть из этого...» «Я не вру», сказал Крыша. «Вот посмотри». Он протянул Ваньке раскрытую книжечку с фотографией на Ваньку, смотрел тот же Крышин, но в форме с погонами майора. «Надо же, какая карьера!» покачал головой Ванька. «Живем во времена многих возможностей», высмехнулся Крыша. «Бандиты пошли в чекисты, чекисты в охранники, комсомольцы в банкиры, секретари обкомов в губернаторы, а жердок в мэры с надеждой на что-то повыше». «А он по-прежнему поет сердце красавицы?» «Да, когда чему-нибудь рад». «И он часто радуется?» «Чаще, чем хотелось бы». «Он выиграл выборы, он собирается вернуть на место памятник Сталину». «Когда?» «Не знаю». «Скорее всего, 21 декабря, в день рождения тирана». «Хорошо», подумал, сказал Ванька и повернул глазам гостью. «Я вообще беру за работу большой гонорар. На этот заказ исполни бесплатно. Мне только нужно записать на магнитофон, как он поверт сердце красавицы. Это можно сделать?» «А зачем тебе?» «На память». «Сделаем», обещал крыша. На октябрьские праздники коммунисты в Москве наметили грандиозное шествие. Собирали со всей страны своих приверженцев. Кому делать нечего, среди них оказалась и Аглая. Она поехала, несмотря на то, что праздники как раз совпадали с местными выборами. К выборам коммунисты по всем опросам шли на первом месте. И она, конечно, хотела увидеть их победу. Но и шествие пропустить было нельзя. «Езжайте», сказал ей жердок, «Езжайте, а мы уж тут поборемся и за вас». Он дал ей денег на плацкартный билет. Поезд был набит беженцами, русскими из Кавказских республик. Это была малоаппетитная публика, дурно пахнувшая и вызывавшая не только жалость, но и брезгливость. Они везли с собой все, что осталось от грабежей и поборов и загромозили своими чемоданами, тюками, картонными коробками, пластиковыми сумками, перетянутыми клейкой лентой все верхние полки, пол между полками и проход. Аглае досталась полка верхняя и боковая, а солдат, который ехал внизу, ни за что не хотел меняться. На попытке вызвать к его совести он долго не реагировал, а потом объяснил Аглае шепотом, но без большого смущения, что едет в госпиталь лечиться от недержания. «Если ночью чего случится, вам же бабушка будет плохо». Он помог ей залезть на полку, она там как-то расположилась, легла на спину, но боролась со сном, боясь свалиться во сне. У солдата, вопреки его опасениям, все обошлось без конфуза. Для нее ночь оказалась нелегкой. В вагоне было жарко, но гуляли сквозняки. В соседнем купе не закрывалось окно, его закрыли фанерой, но не плотно, и потому дуло, и особенно сильно, когда кто-нибудь открывал дверь в тамбур по дороге в уборную или в соседний вакон. Кроме того, было шумно, дети плакали, старики храпели, кто-то стонал, а подальше четверо громко резались в карты и злобно ругали друг друга за неудачные ходы. После полуночи вагон затих, но около двух поднялся шум, кого-то обокрали в вагоне СВ. Обворованный до того заметил стоявших у его купе двух кавказцев, теперь начальник поезда, милиционер и сам пострадавший будили спящих мужчин, переворачивали, светили фонариком в лице, и начальник поезда спрашивал пострадавшего, этот, этот, разбуженные ворчали, спрашивали, с какой стати их будет, но как люди бесправные выражали свое возмущение робко и неуверенно. Разумеется, воров так и не нашли, потому что не там искали. Аглай еще когда-то Диваныч рассказывал, что вагонные воры всегда действуют по наводке проводников и сведома начальника поезда, который в случае скандала устраивает облаву в заведомо ложном месте. На Савеловском вокзале ее встретил мужчина в толстом пуховике, кожаной фуражке под Жириновского и высоких сапогах. Лет ему было не меньше пятидесяти, но представился он просто митей. Он повел ее пешком куда-то недалеко, сказал в Марьину рощу, было холодно, дул ветер и моросил мелкий дождь, который тек по щекам и превращался в лед на асфальте. А у Аглай болели колени, голова была ватная и саднила горло. Ноги разъезжались на мокром тротуаре, она боялась упасть, не могла поспеть за своим провожатым, время от времени останавливалась. Митя, переминаясь с ноги на ногу, терпеливо ждал, курил и обтирал корявой ладонью лицо. В конце концов добрался до трехэтажного кирпичного дома, до железной зеленой двери со скромной вывеской книжный склад АО Витязь, поднялись по кирпичным выщебленным ступеням на лестничную площадку, потом спустились по таким же ступеням в полуподвал, прошли по кривому дощатому настилу до еще одной двери тоже железной А там уже открылось помещение просторное щедро освещенное лампами дневного света Признаков книжного склада здесь не было Скорее это было нечто вроде не то столовой не то учебной аудитории Несколько рядов длинные зеленые столы с синтетическим покрытием и пластмассовые садовые стулья На стене противоположной входу висела черная классная доска и на ней мелом список каких-то фамилий К ней же был пришпилен большой лист бумаги с изображением мишени На столе перед рыжей девушкой в джинсах и малиновом джемпере стояла сложенная домиком табличка с надписью регистрация делегатов Митя зааглая назвал фамилию и инициалы вновь прибывшей девушка все занесла в журнал и спросила из какой организации из долгого от жердыка ответил Мить Рядом с рыжей девушкой ее сверстник молодой блондин спортивной куртки торговал книгами На самом видном месте лежала книга лидера партии Альфреда Глухова названная просто и скромно в едином строю Дорогое издание в красочном переплете с массой цветных фотографий переложенных в папиросный бумаг все было здесь перемешку капитал Маркса репортаж с петлей на шее забытого уже всеми Юлия Сахучика два потрепанных тома Ленина рассказы Виктории Токаревой словари пособия Windows 95 для чайников брошюра учись метко стрелять детективы и книги о спорте и тут же Аглая увидела книгу Марка Шубкина Лесоповал она повертела книгу в руках и обратив внимание на то что это издание новое и дополненное автором решило ее купить Рядом с прилавком два молодых художника ползали простеленному на полу ватману рисуя карикатуры на президента на троне в шутовском колпаке и с дурацким видом с двух сторон от президента угодливо изогнулись и что-то нашептывали ему в оба уха два крючконосых олигарха а олигархам что-то подсказывали премьер-министр Израиля и президент Соединенных Штатов Америки несколько человек стоя над художниками смотрели на их работу посмеивались и обменивались ехидными комментариями в зале было уже довольно много людей которые явились сюда до Аглай люди были в основном пожилые приезжие с чемоданами вещмешками узлами у ног многие пили чай которые самообслуживаясь наливали из никелированного электрического самовара два казака в длинных кавалерийских шинелях в погонах с непонятными Агла и знаками различия по пахах и с шашками на боку дремали сидя друг перед другом на груди одного из казаков были приколоты прямо к шинели ордена неизвестного Аглай достоинства какие-то кресты похоже что вырезанные из консервной банки или отлитые из олова в деревенской печи в углу под копией картины Сталин на бакинской демонстрации сидел человек которого Аглай недавно видел по телевизору это был приехавший из-за границы известный писатель еще недавно считавшийся ярым антикоммунистом теперь он раскаялся ценя свои сочинения очень высоко он был уверен что советская власть рухнула исключительно благодаря им но увидев какие силы теперь пришли к власти он устыдился прежних своих книг высказываний и действий жалел что разрушил советский строй каялся и обещал новыми сочинениями этот строй поставить обратно на ноги писатель сидел не один а со старичком в распахнутой генеральской шинели с тремя звездами на погонах старичке Аглая сразу узнала Федора Федоровича Бурдалакова того самого с которым у нее когда-то завязался небольшой курортный роман и как было ей не узнать когда и его много раз показывали по телевизору как одного из главных зачинщиков всяких коммунистических акций но как он изменился той зимой когда они бегали по сочинской набережной это был еще крепкий мужчина с покатой спиной и мускулистыми ногами а теперь перед ней был дряхлый щуплый дедушка с растрепанными во все стороны жидкими седыми волосами и коротко подстриженными седыми усиками под расстегнутой шинелью Федора Федоровича блестели две золотые звезды героя Советского Союза которые ему дали за выслугу лет орденские планки на левой стороне груди и два ордена на правой рядом с генералом прислоненная к столу стояло нечто похожее на зонт в парусиновом чехле аглая узнала эту палку и этот чехол здравствуйте Федор Федорович подошла к генералу аглая он поднял на нее глаза буркнул ответное здравствуйте и повернулся к писателю но тут же опять обернулся и спросил неуверенно аглая степановна глаша и вскочил на ноги схватившись одновременно за поясницу надо же вот какая встреча нисколько не изменились но да не изменилось не приняла комплимента аглая старушка да да ну что вы что вы продолжал настаивать на своем Федор Федорович седина конечно вас немного старит но если подкрасится Федор Федорович извинился перед писателем и все свое внимание переключил на аглаю а писатель сразу же заскучал и сделал обиженное лицо он на всех обижался для кого не был центром внимания посидел рядом поскучал и пошел искать кому бы еще рассказать о своей исторической вине перед советским народом и о путях ее исправления аглая и Федор Федорович поговорили о том о сём вспомнили Сочи Федор Федорович спросил почему она тогда столь внезапно уехала она сказала да так а я сказал Федор Федорович тогда представляете приехал между прочим не с пустыми руками часики вам купил на секунду замялся золотые духи опять преувеличил французский стучусь понимаете в дверь дверь открывается и на пороге можете себе вообразить лично Вячеслава Михайлович Молотов представляете сам Молотов поговорили о возрасте и болезнях аглая рассказала генералу как неудобно ехала в жаре и на сквозняке и вот видимо простыла в горле саднит грудь заложила и спину ломит Федор Федорович принялся тут же лечить ее горячим чаем с сахаром и лимоном за чаем стали обмениваться составами каких-то микстур и отваров по рецептам народных целителей но не успели дойти до растираний а в зале произошло небольшое смятение дверь распахнулась и сперва в нее тихо и зловеще вошли и тут же рассредоточились вдоль стен молодые люди спортивного сложения в одинаково дутых куртках без признаков выражения на лице и следом за ними поплатился из ничего полноватый человек лет пятидесяти с серым бугристым лицом и с двумя бородавками на носу конечно Аглая сразу же узнала в нем лидера партии Альфреда Глухова и как было не узнать если каждый день видела его по всем каналам появление лидера было встречено нестройным шумом люди загремели стульями захлопали спинками и заблескали в ладоши вместе с другими поднялся Федор Федорович но лидер немедленно подскочил к нему и двумя руками придавил к стулу говоря что вы что вы Федор Федорович зачем же это да мне и не почину вы ведь генерал а я всего-навсего старший лейтенант на что Федор Федорович смиренно и не без лести возразил сегодня старший лейтенант а завтра верховный главнокомандующий что ж скромно ответил тот не отказываясь от предполагаемой миссии если придется возьмем власть обязательно возьмем по существу на нас лежит историческая ответственность и никто нас от нее не освобождал вы тоже член партии обратил он внимание на Аглай еще какой член жаром отозвался Федор Федорович наш золотой кадр и тут же изложил лидеру что Аглай Степановна Репкина коммунист с довоенным стажем была секретарем райкома командиром партизанского отряда о прервал его лидер очень рад она ожидала ощутить крепкое товарищеское рукопожатие но рука лидера оказалась вялой мягкой как губка и к тому же потной что на Аглаю подействовало неприятно из произведения социалистического реализма она помнила что потные руки и бегающий взгляд бывает очень плохих и не наших людей у наших людей взгляд прямой рукопожатие крепкое ладонь сухая впрочем ощущение было мимолетным как возникло так и пропало особенно после того как лидер обратил внимание на воспаленные глаза Аглай и спросил не простужина ли она чем очень ее умилил такой человек столько дел на себя взвалил столько людей через себя пропускает а вот заметил же что вид у нее нездоровый Аглая хотела сказать что мол ничего страшного но тут как раз расчехалась и закашлялась тяжко и глубоко Федор Федорович воспользовался случаем и сказал лидеру что есть небольшой разговор Какой проблем быстро спросил лидер Проблема в том объяснил Федор Федорович что вот пришлось старой женщине ехать на боковой полке в вагоне с разбитым стеклом Лидер слушал и хмурился Вот сказал он до чего довело страну антинародное руководство и пьяница президент Заслуженный человек ветеран героиня войны женщина должна ехать в таких условиях Ничего ничего сказал он потерпите назад поездите с удобствами это я обещаю С этими словами он хлопнул в ладоши и тихо произнес Митя и Митя немедленно возник как джин из бутылки Вот Митя позаботься сказал лидер негромко огла из Степановни Ревкиной билет СВ в обратную сторону ты понял не плацкартное и не купейное место а именно СВ и повторил медленно удаляясь и так чтобы другие обратили внимание запомнил СВ а не купейное покинув огла и он стал быстро передвигаться по залу как будто даже бессмысленно а на самом деле зигзагами к выходу кому-то пожимая руки спрашивая какой проблем обмениваясь фразами лозунгами шутками и между митием и так же незаметно вывинтился куда-то тут же по скрипучему радио была объявлена посадка в автобусы позвольте галантно сказал Федор Федорович и взял огла под локоток то ли чтобы ее поддержать то ли в намерении самому поддержаться он заметно хромал и весьма интересным способом левую ногу ставил мягко а правой ударял словно забивал гвоздь старые раны объяснил он огла и хотя никаких ран у него не было всю войну он прошел без единой царапины а ноги болели от старости у выхода из склада рыжая девушка и молодой человек теперь раздавали желающим то что они называли агитационным атрибутом а именно портреты Ленина и Сталина но больше Сталина Ленина никто не брал а тем кто помоложе и покрепче транспаранты с коммунистическими и революционными лозунгами вроде слава труду или коммунизм неизбежен или наоборот негативного содержания вроде нет антинародному режиму сионистов он из правительства и еще что-то насчет зарплаты пенсии Федору Федоровичу ничего не понадобилось его знамя всегда находилось при нем а вот Аглая портрет свой забыла пришлось воспользоваться казенным на нем Сталин был в мундире со всеми орденами и фуражки но почему-то в облике никакого величия изображен изображенный походил не на славного генералиссимуса а на участкового милиционера перед пенсией во дворе стояли на готове четыре больших автобуса и карус венгерского производства с ярославскими номерами но пассажиры легко разместились в одном Аглая и Федорик Федорович оказались на первом сиденье он сидел привычно зажав между коленями знамя и рассказывал что тогда в Сочи ухаживал за ней с исключительно серьезной целью поскольку был вдовцом и нуждался в боевой подруге и поскольку с Аглая тогда у него неожиданный роман прекратился он вынужден был искать другую кандидатуру а тут как раз умер его фронтовой товарищ генерал Вася Серов вот на вдове этого генерала и женился Федор Федорович на Сущевском валу попали в безнадежную пробку и Федор Федорович объяснил Аглая что такие пробки возникают после того как по Москве проедет президент значит он здесь где-то проехал предположила Аглая не факт возразил Федор Федорович где бы он не проехал пробки по всей Москве он по этой улице едет перекрывает все соседние эти улицы закрыты на других пробки от этих заторов возникают другие и вся Москва парализована это как тромбоз такой у нас народный президент прокомментировал сидевший за ними казак с крестами я в охране брежнева служил мы тоже перекрывали движение но только по мере следования а не заранее ну а как же не перекрывать сказал Федор Федорович он же не один едет впереди машина проводки потом охрана потом он сам потом машина сопровождения потом реанимация человек-то ведь престарелый рассуждал генерал забывший что престарелый моложе его лет на двадцать с лишним автобус остановился у левого крыла кинотеатра Россия двери открылись и пассажиры стали выпрыгивать наружу одновременно раскрывая зонтики и тем самым все вместе были похожи на парашютный десант дождь продолжал сыпаться холодный и липкий а в угла и зонтика не было распорядитель в набухшем суконном пальто с мокрой до блеска лысиной и носом таким же красным как его нарукавная повязка предложил приехавшим подойти к памятнику Пушкину у памятника оказалось две толпы участники митинга и милиционеры последние в мешковатых мокрых шинелях стояли на углу ближе к зданию газеты известия курили и поглядывали на собиравшихся без особого любопытства как будто пришли сюда просто так постоять под дождем аглая с любопытством смотрела по сторонам хотя последнее время в Москве она часто бывала а все удивлялось везде были признаки не нашей жизни ресторан макдональдс реклама автомобильной фирмы рено реклама газеты московские новости реклама заграничного фильма обозначенного как эротическая комедия и портрет печальной старушки с просьбой пожалуйста заплатите налоги косой дождь заливал плакат и по лицу старушки слезы текли живым настоящим ручьем митинг долго не начинали ожидали глухого распорядитель звонил по сотовому телефону закрывая его сверху ладонью ему что-то отвечали он сообщил что товарищ глухов застрял в пробке но приближается наконец вождь появился в мерседесе с синей мигалкой и четырьмя телохранителями один из телохранителей уже на ходу выскочил и открыл заднюю дверцу как будто товарищ глухов был инвалид или женщина из двух волк шедших за мерседесом вылезли еще несколько членов руководящего ядра и тоже с телохранителями за счет чего толпа заметно увеличилась глухо в сопровождении человека державшего над ним зонт с рекламой кока-колы тиснулся в середину толпы но митинг опять не начинали через некоторое время подъехал микроавтобус митсубиси из него с красными знаменами высыпали наружу нигде не работающие члены движения рабочий заслон их коренастый лидер сиропов с рваной губой пробился глухову пытался с ним заговорить и хватал за локоть что-то страстно доказывай глухов отворачивался и вырывал руку пока его телохранители не оттеснили сиропов в сторону Федор Федорович спросил у распорядителя чего ждем тот объяснил что ждут журналистов два телевизионных канала обещали прислать свои команды для освещения событий ждали не меньше час наконец приехала команда из четырех человек оператор режиссер звукорежиссер и продюсер они попросили глухого отойти в сторону для переговоров тот подошел к ним но не один а с держателем зонтика они говорили недолго но бурно аглая всего разговора не слышала но слышала как глухов несколько раз сказал я не понимаю какой проблем я вам повторяю есть определенная договоренность а вы ее нарушаете я буду говорить с вашим руководством которое по указке преступного режима пытается лишить народ слова телевизионщики не дослушав сели в свой рафик и укатили глухо выглядел смущенными разочарованным и на вопросительный взгляд Федора Федоровича объяснил что телевизионщики потребовали за 10-ти минутный сюжет 50 тысяч долларов а половинную сумму не стали даже и обсуждать но ничего сказал глухов у нас есть свой оператор он снимет на любительскую камеру а потом перегоним на ВХС сказав это глухов опять поднялся на ступени у ног Пушкина и обратился к присутствующим с речью о том что сегодня весь наш народ отмечает праздник который трудящийся по-прежнему считает своим главным праздником сбитый с толку псевдодемократами пропившим мозги президентом его преступной семейкой и олигархами народ немного отошел от идеалов социализма но чем дальше отошел тем охотнее к ним возвращается о чем и свидетельствует наше сегодняшнее мероприятие в котором участвуют широкие массы трудящихся широкие массы вежливо похлопали и услышали что они вновь поднимаются на борьбу за то что когда-то завоевали их деды люди продолжил глухов идут под наши знамена и для них мы с радостью организуем коммунистические ячейки по всей территории бывшего советского союза и будущего крикнули из толпы и будущего согласился глухов вместе с крымом и севастополем подсказал оказавшийся рядом сиропов разумеется вместе согласился глухов и закончил свою речь обычными заклинаниями учение маркса все сильно потому что оно верно коммунизм неизбежен потому что неотвратим с этими словами он спустился на землю и на его месте появился распорядитель сообщивший через мегафон демонстранты выстраиваются в колонну по шесть знаменосцы идут впереди идем не спеша спокойно не поддаваясь на провокации товарищи предупреждаю специально не будем поддаваться на провокации ни слева ни справа доходим до мавзолея Владимира Ильича Ленина возлагаем венок затем движемся к могиле неизвестного солдата возлагаем венок и после краткого заключительного митинга мирно расходимся товарищи я особо хочу сказать сейчас здесь много работников милиции по соглашению с мэрией они наблюдают за порядком но конечно они могут прибегнуть и к силовому решению просьба ко всем участникам вести себя организованно и мирно соблюдать дисциплину все шло хорошо даже природа решила улыбнуться демонстрантам дождь прекратился в тучах появились прорехи сквозь них проткнулись с соломенными пучками солнечные лучи в лучах засветилась еще мокрая голова бронзового Пушкина засияла буква М фирменный знак компании Макдональдс потускнела бегущая строка световой рекламы фирмы Рено только старуха просившая заплатить налоги и с высыхающими слезами оставалась печальной словно напоминала согражданам что солнце вышло а налоги еще не уплачены где-то кто-то что-то крикнул Аглая не расслышала но по общему движению собравшихся поняла что поступила команда в соответствии с которой люди стали выходить на середину Тверской улицы закрытой для движения автомобилей товарищи бегал руководитель сияющей лысиной становимся в колонну по шесть расстояние между шеренгами не меньше одного шага побольше воздуха между рядами мамаша с портретом обратился он к Аглай вы что робеете становитесь сюда нет не в середину а с краю чтобы портрет ваш был виден стоящим на тротуаре Аглая стала где было указано но тут я заметил потерянный было Федор Федорович он приблизился к ней сильно хромая вы что Глашенька ваше место разве здесь идемте со мной идемте колонна постепенно выстраивалась и выравнивалась впереди ее стали два тяжеловеса с растянутым транспарантом со словами белым по красному народ с вами народ с нами мы с народом затем шли Альфред Глухов и другие руководители партии с красными бантами на отворотах пальто а в следующем ряду Федор Федорович Аглая и прочий ветеран Федор Федорович занял самое центральное место в ряду сразу же за Глуховым Аглая поставил справа от себя а слева поставил другую старуху тоже с портретом Сталина потом между прочим каким-то глазастым журналистом было отмечено что в колонии оказалось около десятка портретов Сталина и ни одного Ленина Ну вот бормотал Федор Федорович стаскивая со знамени брезентовый чехол а погода нам можно сказать значительно благоприятствует дул ветер не сильный однако достаточный для Бурдалакова генерал развернул знамя поднял над головой она затрепетала на ветру и слова отдаешь Берлин зашевелились и задвигались как в бегущей рекламной строке и как раз в это время Глухов тихо скомандовал тяжеловесом ну пошли те еще выше подняли горделивый свой транспарант и двинулись вперед а за ними и вся колонна погода между тем и дальше разгуливалась солнце светило вовсю от мокрой одежды шел пар с первыми шагами Аглая приободрилась согрелась и чувствовала себя совсем неплохо двигалась не быстро но видно было что идут люди хотя и старые но привыкшие к строю Федор Федорович левую ногу слегка волочил а правой сильно ударял об асфальт но не отставал крепко держа боевое знамя и сверкая всем железом которое было у него на лбу на груди и во рту сначала шли молча Аглая невольно вслушивалась в разговор который позади нее вели казаки старичок в темном плаще и шляпе казак рассказывал что живя в Туапсе разбогател на том что взял задаром стоявший на приколе бесхозный теплоход починил стал возить челноков в Турцию потом купил большой дизель электроход и повез туристов вокруг Европы теперь у меня два дизель электрохода три прогулочных теплохода и пять катеров а как же вы к нам то залетели препопытствовал старичок мы же тут все обиженные властью люмпены а у вас такое состояние вот именно шо состояние материальное а шо мне с него удовлетворение нема ни ниякого хотел жениться но потом думаю нет пока я богатый я никогда не пойму по любви она вышла замуж или же по расчету я был инженером в строймеханизации так людка за меня не пошла потому что я получал 150 в месяц а выскочила за директора магазина который получал 100 и воровал тысячу а теперь она говорит шо разобралась в своих чувствах теперь разобралась а я думаю шо мои дизель электроходы помогли ей в чувстве ее разобраться колонна медленно двигалась в сторону бывшей советской площади вдруг Глухов обернулся и сказал а что же мы идем как на похоронах давайте споем что-нибудь революционное Аглая Степановна вы наверное помните революционные песни Аглая Степановна смутилась но подумав сказала что песен не помнит поскольку к моменту Октябрьской революции ей исполнилось два года и бабушка которая ее качала в люльке пела ей не вихри враждебные а что-нибудь вроде баю-баю люли прилетели гули вот как удивился Глухов не в силах представить себе что эта старуха была когда-то ребенком но тут же опомнившись сам засмущался да сказал он глубокомысленно далекое невозвратимое пора детства она кажется так далеко самому не верится что был когда-то босоногим мальчишкой гонял голубей пел у костра пионерские песни прошлое свое он сочинил прямо тут же из головы полагая что вот такое детство пролетарское босоногое с голубями должно быть обязательно у народного предводителя на самом деле он будучи сыном партийного начальника никогда босым не ходил голубей не гонял и вообще был сытым упитанным и малоподвижным мальчиком у костра впрочем возможно и сиживал но приступил к воспоминаниям не могу уже остановиться хорошее было время романтичное а какие отношения между людьми светлые чистые каждый готов был за товарища жизни не пожалеть а ведь жили Агла и Степана трудно бывало и куска хлеба не было в доме опять собрал он и погрустнел ну да ладно а все-таки давайте споем что-нибудь революционное можно изобразить отозвался сзади владелец дизель электроходов и сразу же затянул босовитым прокуренным голосом замучен тяжелой неволей ты славную смертью почил борьбе за народное дело ты голову честно сложил в свое время думая о революции Аглая жалела что родилась чуть позже чем надо не захватила романтический период борьбы партии старским строем когда молодые коммунисты выходили на митинги демонстрации шли с песнями под ногайки казаков и под полицейские пули она конечно тоже жила в интересное и напряженное время но то и революционной романтики уже не застала и вот теперь хотя конечно случилось много плохого власть захватили враги коммунизма именно теперь ей выпала возможность на старости лет испытать состояние в котором существовали революционеры прошлых времен она вспомнила еще сегодня виденную картину Сталин на Бакинской демонстрации там Сосо Джугашвили идет впереди строя большевиков в косоворотке с расстегнутым воротом молодой темноволосый с открытым устремленным в будущее взглядом история повторяется теперь она Аглая Степановна Репкина шагает в строю своих единомышленников и гордо несят портрет любимого вожья оглядываясь назад она не могла видеть как далеко растянулась колонна на самом деле там и растягиваться особенно нечему было но Аглая мнилась что она шагает впереди всенародного шествия она шла и видела над тротуаром вдоль проезжей части людей которые смотрели на проходящую мимо колонну и казались Аглая восхищенными зрителями на самом же деле это были только случайные прохожие которые к подобным зрелищам привыкли настолько что даже любопытство особого непроявлянь некоторые впрочем испытывали чувство неловкости и жалости к этим глупым злобным беспомощным и смешным старикам им людям новых поколений казалось что они совсем не такие и не могли бы быть такими никогда на самом деле это не так поколения не бывает ни лучше ни хуже их верование заблуждение и поведение зависит от исторических и бытовых обстоятельств в которых они произрастают не надо быть пророком для предсказания что люди будут еще и не раз ослепляться какими-нибудь лжеучениями и поддадутся соблазну наделение каких-нибудь личностей нечеловеческими чертами прославят их вознесут на пьедесталы а потом оттуда же и скинут следующее поколение скажет про них что они дураки и сами при этом будут такими же на Тверской площади напротив бывшего массовета стоял отряд конной милиции и Юрий долгорукий возвышался среди этих всадников каких предводителей вдруг кто-то сказал смотрите смотрите аглая глянула вперед и увидела там где Тверская улица пересекалась с охотным рядом заслон людей в зеленых касках с плексигласовыми щитами и дубинками они стояли с зловещей несокрушимой стеной с напряженными лицами как будто на них шла не кучка старых людей а сто восемьдесят вражеских отборных дивизий из демонстрантов некоторые немного струхнули и поневоле замедлили шаг но аглая прервав предыдущую песню сама запела союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь голос ее был хриплый старческий тихий но Федор Федорович помог ей подхватив тоже скрипучет да здравствует созданный волей народов единый могучий советский союз их поддержал владелец электроходов а уж припев подхватили все слався отечества под звуки припева приблизились к амоновскому заслону остановились лицом к лицу и топчас на месте продолжили пение сквозь грозы сияло нам солнце свободы вспомнила Аглая начало второго куплета и Ленин великий нам путь озарил продолжил генерал Бурдалаков ударяя правой ногой булыжник нас вырастил Сталин радостно подхватила Аглая товарищи бегал вдоль колонны распорядитель просьба ко всем охранять и строй не выходите из строя тем не менее строй постепенно сминался шеренги растеклись вдоль заслона и Аглая оказалась прямо перед милиционером парнем лет двадцати деревенского вида с маленькими раскосыми глазками на круглом лице демонстранты продолжали исполнять свою песню и Аглая пела глядя милиционеру прямо в лицо он взирал на нее удивленно и не мигая Аглая перевела взгляд на других милиционеров те тоже стояли твердо но переглядывались между собой и усмехались Аглая испытывала полное раздвоение чувств с одной стороны это были вроде бы наши советские российские ребята с которыми она пошла бы в атаку на ненавистного врага с другой стороны они-то как раз и были ненавистным врагом готовым по приказу сражаться с ней тем временем Глухову подошел полковник милиции тоже в каске но без щита он хотел что-то сказать но Глухов не дал ему этой возможности продолжая петь и только когда песня кончилась обратил свое внимание на подошедшим в чем дело полковник какой проблем господин Глухов сказал полковник негромко мне поручено вам передать что на этом месте ваши движения заканчиваются сообщите это вашим людям и пусть расходятся с какой стати спросил Глухов у нас с мэром была твердая договоренность я не знаю с кем и какая у вас договоренность но мне приказано кем приказано кто приказал не важно кто но приказано освободить дорогу и восстановить движение транспорта и я этот приказ выполню вы его выполните но сначала мы пройдем к мавзолею и возложим венки поодиночке пожалуйста но не колонной нет сказал Глухов твердо мы пойдем именно колонной господин Глухов устало сказал полковник мне очень не хочется припираться но ваше шествие закончено если вы не исполните что вам говорят против вас будет применена сила что сила вдруг выскочил со своим знаменем Федор Федорович ты знаешь с кем ты разговариваешь а как ты передо мной стоишь ты стоишь перед генералом смирно полковник посмотрел на него с некоторым удивлением и сказал товарищ генерал прошу вести себя в рамках я здесь выполняю распоряжение правительства Москвы и вы для меня не генерал а лицо нарушающее общественный порядок я лицо нарушающее возмутился Федор Федорович ах ты сопля подонок да я Берлин брал я за тебя кровь проливал я с тебя погоны сорву он даже потянулся к погонам полковника но глухо перехватил его руку Федор Федорович ни в котором случае мы организованная сила и на провокации не поддаемся генерал еще дергался давал себя удержать ряды демонстрантов волновались сбились в кучу и один из участников стал выбираться от греха подальше наружу а другой наоборот продвинулся вперед глухов попробовал успокоить всех и размахивая над головой руками стал выкрикивать товарищи соблюдайте спокойствие и порядок займите свои места в колонне тут и рядом с ним вновь объявился сиропов стал толкать глухов грудь плевать в него и выкрикивать товарищи друзья соратники не слушайте ренегатов глухов ренегат разве мы не русские люди мы потомки Ленина Сталина Минина и Пожарского вперед на Кремль вперед на Кремль вокруг него неизвестно откуда взявшись возникла целая группа молодых людей с вытаращенными глазами они стали вопить хором Сталин Берия ГУЛАГ другая группа продолжала выкрикивать на Кремль на Кремль кто-то толкал Аглаю в спину прямо на ОМОНовца с деревенским лицом тот ни на что не реагировал и по-прежнему не мигая смотрел на Аглаю а она вдруг почувствовала себя молодой боевой задорной забыв в какое время это все происходит закричала за родину за Сталина вперед даешь Берлин завизжал рядом с ней Бурдалаков и повернул древко знамени как пику с нешуточным намерением проткнуть насквозь стоявшего перед ним полковник сделал соответствующий выпад полковник увернулся а генерал не рассчитавший движение упал и задергался на земле убили убили закричал кто-то генерала убили подхватили дальше товарищи соблюдайте порядок глох где-то голос Альфреда Глухова но его никто уже не слушал демонстранты превратившись в неуправляемую толпу нападали на ОМОНовцев толкая их в грудь но те ловко прикрывались щитами а гладь перехватил портрет Сталина в левую руку а правой стала толкать своего ОМОНовца тот лениво оттолкнулся щитом а гладь рассердилась еще больше и перегнувшись через щит ударила его портретом по каске каске ничего не сделалось а портрет развалился рамка треснула и бумага порвалась это привело к главе еще большую ярость и она наклонив голову как бычок кинулась на ОМОНовца в намерении его забодать но тот опять подставил щит и она врезалась в него непокрытой головой как в бетонную стену будь ей лет на сорок поменьше может это было бы ничего но для восьмидесятилетней старухи удар был слишком силен ей не было больно но почему-то захотелось сесть и она опустилась на мокрый асфальт вокруг нее продолжались толкотня визг и крики кто-то стонал и ругался матом над ней склонялись незнакомые лица молодые красивые мокрые она смеялась ее спросили чему смеется и кто-то за нее ответил что это она в горячке потом она все-таки потеряла сознание и очнулась в какой-то комнате на парусиновом лежаке за столом сидели женщины в белом халате и в очках и что-то писала рядом другая в белом халате стоя говорила по телефону на незнакомом ей языке пицца хат меню клевое омары розбив фикасе креветки пудинг кианти 60 баксов окей скинь на пейджер или фоксани имейла пока нет поменяли провайдера в двери прислонившись к стене и сложив руки на груди стоял невозмутимый Митя где я спросила Анна в медпункте сказал Митя в какой стране спросила Аглай Митя удивился и посмотрел на женщину за столом та объяснила обычная амнезия и повернула лицо к Аглай вы в Москве у вас было сотрясение мозга еще немного полежите а потом отправим вас домой вставайте сказал Митя вставайте вам пора ехать он отвез ее на вокзал на такси и усадил вагон СБ как и было обещано в дороге после пережитых волнений ей не спалось побаливала голова и щемило сердце она полезла в сумку с завалидолом и наткнулась на книжку вытащила прочла название леса повал и только сейчас вспомнила где ее купила чтобы скратать время и отвлечься попробовала почитать видели ли вы как падает подрезанная под корень мачтовая сосна прочла она первую фразу и задумалась на заданный вопрос она могла ответить утвердительно в 35 году по призыву партии она три месяца работала на лесозаготовках и там кое-чего нагляделось там работали враги народа интеллигенты которые до того ничего тяжелее карандаша в руках не держали и поэтому страдали очень сильно от морозов и непосильные для них работы примерно как в этой книге аглая отец аглая пострадавший за веру священник задавленный сосной он прохрепел подбежавшему к нему рассказчику читайте святой евангелие почитайте господа нашего иисуса христа идите проповедуйте слово божье и вам воздаст как ни странно роман аглая увлек она так зачиталась что чуть не проехала станцию на припорошенном снегом перроне не было никого кроме дежурного пухова пожилого и нетрезвого человека в суконном пальто с потертыми локтями поезд отстоял положенные ему две минуты пухов дунул в свисток выставил желтый флажок помахал не глядя на отходящий состав аглая свободной рукой и знаками попросил ее подождать она подождала проводив поезд пухов подошел всунул флажок под мышку протянул ей руку поздравляю с чем а вы не слыхали спросил он и рукавом вытернулся нет раздражилась она не слышала говори говорю говорю он подпрыгивал и дул на взявшие руки вчера районная дума ваши коммунисты подавляющим большинством порядке восстановления исторической справедливости и сохранения культурных ценностей решили опять вашего идола ирода нашего на место поставить сказав такие слова пухов слегка попятился назад и застыл ожидая бурной реакции и мы вправе были бы предположить нечто подобное и в самом деле будь оглая молода и здорова ее организм наверняка бы отозвался на новость соответственным образом и сколько бы адреналина выплеснулось в горячую кровь какая торжественная мелодия прозвучала в ушах невозможно даже представить но организм был стар функционировал вяло и не в попад и новость не произвела на него должного впечатления а ты чего радуешься спросила она тебе то что разве тебе Сталин дорог мне то не дорог признался пухов но у меня эстетическое соображение стоит этот педестал посреди площади как пуп неприкаянный безобразит весь город стыдно перед приезжими так вот надо ж на него в конце то концов хоть кого-то поставить надо согласилась она безразлично и пошла к выходу оставив дежурного застывшим в недоумении при вокзальном сквере под памятником Ленину на лавочке сидел осыпанный снегом пьяный бомж с редкой бороденкой за скорузлой дубленки и вязаной шапки он дремал с бутылкой в руке но слышав шаги проснулся посмотрел на оглаю и поманил ее пальцем словно приглашал к тайному общению что спросила она приблизившись бомж крутнул головой как бы желал убедиться в отсутствии лишних глаз и ушей я себя сообщил он ей шепотами подмигивая и показал пальцем вверх под лениным чищу чтобы плыть в революцию дальше понятно понятно сказала оглая хорошо б ты себя бы еще помыл ей сама ее шутка понравилась отчего улучшилось настроение и самочувствие она прибавила шагу погода была безветренная сыпался редкий влажный снег путь оглая лежал чуть в стороне от аллеи славы но она решила завернуть сюда посмотреть что происходит здание казино колесо фортуны было недавно отремонтировано покрашено и выглядело празднично не то что в прошлом когда здесь был райком вот подумала оглая недоброжелательно о владельцах казино столько денег потратили на ремонт а на райком бы этих денег тратить не стали и она была права эти люди ни за что не стали бы тратить столько денег на райком КПСС на обком КПСС и даже на ЦК КПСС сколько они тратили на свое казино на свои рестораны на гастрономы ночные клубы и прочие заведения как ни странно пространство перед казино пока оставалось почти прежним хотя ветер перемен и тут кое-что зацепил районный доска почета стояла на своем месте но овальные рамки где раньше как в колумбарии помещались портреты передовиков теперь были пустые или заполнены объявлениями о продаже и покупке квартир породистых щенков и супер сжигателей жира а на аллее славы к могилам героев революции гражданской войны и великой отечественной прибавились герои новейшего времени в 70-х годах здесь похоронили директора гастронома в начале 80-х двух афганцев включая фиктивного Ваньку Жукова и в самые последние времена к ним присоединились президент фонда достойная старость в уголовном мире известный как валидол и президент банка масол валидола взорвал масол кто расправился с масолом для органов было загадкой но люди в органах не служившей точно знали что это сделал Феликс Булкин он же чума преуспевающий бизнесмен и политик авторитетов похоронили по церковному обряду обоих с размахом участвовали местные братва представители деловых кругов и творческой интеллигенции из Москвы приехали несколько коллег на джипах и мерседесах а чума прибыл на зиле 114 говорили что именно на этой машине ездил Брежнев на могиле валидола поставили мраморную плиту с мурованным в нее радиатором от мерседеса а над масолом вознесся бронзовый прометей с приваренным к его печени орлом остальные захоронения комиссара Розенблюма капитана Миляги и Андрея Ревкина пришли в запустение но сейчас были припорошены снегом и выглядели неплохо еще издалека Аглая увидела что на площади густится толпа это видение вызвало в ее памяти воспоминания пятидесятилетней давности когда открывали памятник но что это могло быть сейчас она подошла к толпе люди стояли у педестала в несколько рядов полукругом задние поднимались на цыпочки пытаясь разглядеть что там впереди Аглай тронул за плечо стоявшего перед ней закутанную в платок сутловатую женщину и спросила что здесь происходит черт женится на свинье обернувшись к ней сообщила шурочка дурочка чушь плетешь шепотом сказал ставивший рядом с дурочкой мужчина и объяснила Аглай что накануне возвращения памятника на законное место происходит освещение пьедестала Аглая протолкалась дальше вперед и увидела отца редиску который в полном облачении двигался вокруг пьедестала держа в левой руке креста в правой большую размочаленную кисть вроде малярной рядом с батюшкой шаркал подошвами престарелый диакон отец Петр Поросянинов с жестяным ведром батюшка макал кисть ведро обрызгивал пьедестал приговаривая нараспев во имя отца и сына и святаго духа совершается освещение подножия под изваяние раба Божия Иосифа которому стоять здесь отныне и присно и во веки веков Аминь На церемонии присутствовала глава районной администрации Жердек председатель городской думы начальники районных управлений милиции ФСБ прокуратура председатель районного суда начальник местного гарнизона президент Агробанка Чума и два других вора в законе и какой-то человек в потертом пальто очень худой с желто-зеленым лицом с большими глазами длинными седыми и спутанными волосами свисавшими из-под сильно помятой шляпы Аглаве показалось что она этого человека где-то когда-то видела может быть в прошлой жизни собравшиеся внимали проповеди терпеливо и с тем же смирением с каким когда-то выслушивали партийные доклады о выполнении планов и скором наступлении коммунизма с той только разницей что тогда они после каждой цифры аплодировали а теперь в нужных местах дергая головой быстро неумело крестились желто-зеленый старик делал это истовей и чаще других закончив обряд священник положил кисти ведро передал крест поросянинову и обратился к собравшимся с неформальной проповедью в которой кратко рассказал биографию Сталина это сказал он была сложная биография сложного человека в отрочестве он решил посвятить себя богу поступил в семинарию но потом искушаемый дьяволом соблазнился сатанинским псевдоучением и отошел от бога но можно сказать что дьяволу не удалось одолеть его полностью вы помните во время войны когда над нашей родиной нависла большая опасность именно Сталин распорядился дать церкви больше свободы пути господни неисповедимы и пути человеческие к богу трудно предвидимы и мы не знаем к чему пришел бы этот безусловно грешный человек если бы его жизнь оказалась более длинной батюшка заметил также что установление памятника и даже освящение его не является отпущением грехов тому кому он будет поставлен освящение статуи не значит превращение ее в религиозную святыню она есть историческая реликвия и церковь способствует тому чтобы она в качестве таковой стояла крепко и долго чтобы не было больше того кощунства свидетелями которого мы являлись напоследок батюшка еще раз осенил крестом педестал и все опять перекрестились после чего он подобрав пол ириасы вместе с просяниновым направился к своей ниве жердок подошел к огла и спросить как было в москве а потом сказал с гордостью ну вот видите огла и степановна видите а вы еще не верили что будет на нашей улице праздник а он будет завтра и уже никто и ничто не сможет его отменить заверил жердок и отходя запел полголоса сердце красавицы склонно к измене пока жердок говорил за его спиной стоял и дожидался своей очереди старик с желто-зеленым лицом не узнаете спросил он я Макс Огородов скульптор и тут же стал бормотать какую-то несуразицу из которой постепенно прорезался смысл что он тяжело болен и приехал сюда через силу испытывая настоятельную душевную необходимость проститься с лучшим своим творением к которому имеет страстное желание приблизиться и прикоснуться перед смертью почему бы и нет сказала Аглая завтра будем устанавливать и прикоснетесь нет возразил скульптор не завтра завтра он будет стоять там высоко а я бы хотел пока он без педестала пока его можно обнять Аглая намерение Огородова не очень понравилось зачем это ему обнимать что будет если каждый вздумает обниматься но это же мое создание напомнил Огородов Ладно согласилась она пойдемте и он послушно поплелся за ней лестницу на второй этаж оба одолели с трудом Аглая ставила сумку на две ступеньки перед собой сама поднималась переставляла сумку и так достигла своей площадки прибраться не успела виновата предупредила она и заметила про себя что когда пила ей было все равно убрано или не убрано и кто что об этом подумает а теперь не все равно скульптор ничего не ответил и дышал часто как собака которая хочет пить да и у нее руки дрожали и ключ тыкался мимо дырки в дверь она входила так медленно что Огородов не выдержал и даже отпихнул ее невежливо рванулся в гостиную и согнул колени застыл перед статуей ну здравствуй сказал он и растопырил руки словно ожидал чего-то что упадет ему сверху Аглая опустила сумку к ногам и прислонилась к притолуке Огородов приблизился к статуе обнял ее и тихо заплакал Аглая не любила людей которые плачут а плачущих мужчин не любила тем более и никогда не жалела презирала но на старости лет расслабилась наверное и поддалась чувству недостойного большевика но чего зря слезы-то лить сказала она в своей грубоватой манере жизнь нам всем дается на время даже он показала на статую уж какой человек и то помер а мы людей вон сколько на свете если мы помирать не будем то сколько же нас наплодиться на земле места не хватит огородов 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 отошел к стене рукавом вытер испарину и глядя на статую сказал да разве я своей жизни плачу я свою жизнь полностью оправдал у меня видение было что стоит мне до него дотронуться и болезнь тут же отступит он непременно должен меня спас огородов вдруг захрипел закашлялся задергался и схватился за грудь из угла рта пошла пузырьками черная пена да ты что что ты заволновалась и захлопотала возле него аглая ты подожди здесь не помирай здесь не надо я сейчас доктора вызову она сама была слаба но дотолкала его до дивана он рухнул на него навзничь и замер с открытым ртом и выпученными глазами несколько секунд он лежал запрокинувши голову как будто даже без дыхания чем напугало глаю еще больше счастью все обошлось гость очухался и даже настолько что был приглашен на кухню и напоен чаем из кружки с надписью 20 лет РКК аглая смотрела как он сложив губы трубочкой дует в кружку и затем пьет чай без видимого желания а чем вы сейчас занимаетесь поинтересовалась аглая сейчас то ничем а так что ж вождея лепил хрущева брежнева андропова черненко о вашем педестале все время думал нехорошо что пустой стоит хорошо возразила аглая дождался хозяина не зря было сказано будет еще на нашей улице праздник не зря согласился гость и снова зашелся в кашле хватаясь за грудь а у вас извиняюсь какая болезнь аглая опять перешла на вы что-нибудь вроде рака хуже сказал он покашливый а разве бывает хуже кажется бывает он странным образом улыбнулся и посмотрел ей прямо в лицо у меня спит вы слышали про такое спит переспросила она растерянно как это спит спит это же только у этих бывает а догадалась она так вы тоже этот да я гомосексуалист с вызовом сказал огородов и горжусь этим теперь весь цивилизованный мир признает что в этом нет ничего зазорного тем более что я художник творческая натура все художники такие как это все не поверила она все художники друг друга в задницу да и и и и и и Шишкин и и и и Кукрыниксы а про Чайковского вы знаете спросил он все знают что голубые самые талантливые люди а другие это бездари другие тьфу он плюнул правда не на оглаю а в сторону но она все равно сполошилась ты что закричала она ты что это плюешься в чужом доме тем более что заразный дай сюда она вырвала у него чашку расплескавший остатки чая уже остывшего и сказала слабым голосом нарешительно уйди отсюда а что такое не понял огородов через чашку спит не передается уйди я тебе сказала мне на тебя смотреть противно гомик несчастный уйди вон отсюда вытолкала его в прихожую сунула ему в руки пальто и шапку еле да терпела пока она денется и потом когда он уже по темной лестнице цепляясь за перила спускался крикнула пидорас проклятый и тут же услышала как будто в ответ сердце красавицы склонно к измене это был голос жердыка аглая перегнулась через перил надеясь увидеть поющего но на лестнице никого не было а голос жердыка шел вроде бы из подвала где жил Ванька Жуков но тоже шел как-то странно жердык не пел песню целиком а все время повторял как на испорченной пластинке сердце красавицы склонно к измене сердце красавицы склонно к измене и так без конца чушь какая-то подумала аглая но это была не чушь это Ванька Жуков гонял по кругу пленку с записью голоса жердыка и подстраивал прибор который будет реагировать только на этот голос только на эту мелодию и только на эти слова сердце красавицы склонно к измене как же живет существо превращенное из молодого красивого полного сил человека в обрубок безобразной на вид и лишенной возможности даже обслуживать себя самого здоровым и благополучным людям этого не понять у такого калеки другие чувства иные радости его миропонимание не совпадает с нашим и жизнь ему не кажется слишком уже ценным даром Иван Георгиевич Жуков смотрел по телевизору старую кинокомедию с Мироновым и Никулиным в главных ролях Ванька отдыхал и имел право себе это позволить выполняя сложнейший заказ он добился наконец чего хотел не просто было сделать такую штуку она безотказно откликнется на слова и мелодию исполненной только одним человеком и никем больше это случится может быть завтра 21 декабря в день рождения Сталина или дядюшки Джо как его называют Джим завтра статуя чугунного дядюшки будет поставлена на свое старое место а после этого кое-какие люди захотят отметить это событие они поедут в ресторан золотой ключик они там выпьют и заходят спеть что-нибудь задушевное фильм сменился рекламой стирального порошка который отстирывает все и ничего не портит средства от перхоти и шоколада который по словам рекламной песенки имеет право разделить успех за шоколадом пошла криминальная хроника сырого вида милицейская дама рассказывала о том что случилось за последние сутки в Москве на одном из рынков произошел взрыв бомба с часовым механизмом была заложена в мешок с картошкой погибло 9 человек 13 ранены это не мое отметил Ванька студентка 19 лет вместе с сокурсником задушила свою мать бельевой веревкой с целью завладения старинной иконой мальчик трех лет выпал из окна шестого этажа и оказался жив в гостинице произошел пожар автомобиль ауди 6 управляемый пьяным водителем вышел на встречную полосу и врезался в таврию водитель таврии и его жена погибли на месте владельца ауди спасла воздушная подушка и вдруг Ванька увидел Бавалю ее показали сидящей очевидно в милицейском участке ведущий сказал на белорусском вокзале задержана пожилая женщина во время досмотра у нее в чемонане обнаружены около двух килограммов гексогена 400 граммов тротила и две противотанковые гранаты задержанная утверждает что боеприпасы принадлежат не ей но как они попали в ее чемодан объяснить не может при задержанной никаких документов не оказалось а назвать себя она отказывается всех кому знакома это особо просьба позвонить по телефону ну вот сказал сам себе Ванька и выключив телевизор задумался хотя думать уже не было смысла бабку взяли и вряд ли отпустят значит скоро придут сюда а что делать она вернулся в кресле на 360 градусов осмотрел свое оборудование и запасы взрывчатки и понял что сделать он инвалид не сможет уже ничего остается только ждать когда за ним придут ну а когда придут его лаборатория была хорошо оснащена всем чем нужно чтобы превратиться в гремящий сверкающий ад для всех кто сюда придет Ванька усмехнулся он часто думал о том как закончит жизнь и собирался закончить ее эффектно а как им это часто снилось клубы пламени слепительного ярких цветов и люди летающие в нем как птицы Ванька включил компьютер и соединился по интернету с Джимом привет передал он ему привет ответил Джим как дела подходит к концу сообщил Ванька можешь объяснить причину поточнее Ванька объяснил окей отозвался Джим я не буду тебя отговаривать хотя мне будет тебя не хватать Ванька не отозвался ты не хочешь мне отвечать спросил Джим я не знаю что тебе ответить написал Ванька и в это время в дверь постучали кто там спросил Ванька не двигаясь с места и услышал пение сердце красавицы Ванька замер казалось уже ничто не могло его взволновать но тут заколотилось сердце так что он сам себе удивился рука дрожала откидывая щеколду открыв дверь Ванька увидел человека в длинном нараспашку пальто в красном пушистом шарфе с заграничной бутылкой в руках и заметно уже хмельного ты спросил Ванька собственной персоной жерды громко захохотал и снова запел сердце красавицы стой закричал ему Ванька впрочем в созданное им устройство он еще не вставил батарейки и машинка была пока безопасно а что не понимая причины Ванькиного волнения спросил жердык не нравится как я пою нравится сказал Ванька но если можно потом не пой красавица при мне и при других не пой весело сказал жердык ах ты друг ты мой сицевый он подвинулся к Ваньке в намерении то ли обнять его то ли похлопать по спине но остановился сообразил что и то и другое будет непросто осуществить я же только сегодня узнал что ты жив ведь я тебя сам лично хоронил между прочим с большими почестями как героя а ты негодник нас всех обманул хитрю жердык балагурил оживлено и весело и будь он чувствительнее к слову сам понял бы что фальшивит он чувствителем не был продолжал говорить не в попад и спросил Ваньку узнал ли тот его сразу а ты меня я тебя жердык хотел выразить удивление или возмущение что за вопрос как же он мог не узнать старинного друга но все-таки понял что это было бы слишком недостоверно да извини сказал он но все-таки тебя я узнал и узнал бы всегда ты знаешь есть люди у которых нет ничего кроме внешней оболочки а есть личности а личность Ванька всегда проявляется каким-то образом она излучает свой особый свет или я не знаю как это назвать Ванька друг ты мой ты не представляешь себе как я рад заходи Ванька откатился к компьютеру возьми стул садись я сейчас выйду из интернета извини написал он Джиму пришел старый друг окей ответил Джим я его знаю знаешь написал Ванька сердце красавицы о забеспокоился Джим зачем он к тебе пришел выпить хочет и ты будешь с ним пить может быть ответил Ванька о к написал Джим и Ванька почувствовал в этих двух буквах сомнение но мы с тобой еще свяжемся или или ответил Ванька и отключившись от интернета повернулся к гостю жердых сидел на стуле бутылку держа на колени ну ты даешь ты наверное в нашем городе единственный овладел интернетом не единственный а первый сказал Ванька да возможно я правда тоже в интернете но он махнул рукой и Ванька что мы с тобой о какой-то херне ведь главное не это а главное что ты жив ты живешь ты дышишь ты творишь да у тебя здесь целая лаборатория она у тебя как-нибудь называется она у меня называется подтвердил Ванька она у меня называется Малая Хиросима разве ты не слышал слышал признался жердых мне доложил наш районный чекист знаешь кто не знаешь и не догадаешься но я тебе скажу попозже а ты мне пока покажи свою Хиросиму а ты меня не продашь спросил Ванька я растерялся жердых тебя он напыжился и покраснел не от стыда а от обиды знаешь Ванька если это шутка шутка сказал Ванька очень неостроумная ладно не сердись сказал Ванька вот смотри видишь этот порошок это почти сахарная пудра а если эту пудру смешать с этой угольной пылью засыпать в консервную банку и залить желатином а потом стукнуть по этому молотку не хочешь посмотреть что получится не хочешь правильно Пушкин говорил мы ленивые глупы что ли не любопытный поправил жердых ну да не любопытный а тут склад готовой продукции помнишь у меня была копировальная машина ну как же сказал жердых как же так вот здесь тоже все на высоком техническом уровне вот эта штука закладывается в автомобиль срабатывает на определенной скорости я одному дураку сделал для его мерседеса чтобы сработало на скорости 120 км в час я думал он разгоняется где-нибудь за городом а он прямо здесь по ухабам он показал другу детства хитроумные устройства спрятанные в зависимости от назначения одно в консервной банке другое в кастрюле третье в скрипичном футляре четвертое в моторном цилиндре способы приведения их в действие были разные радиосигнал прикосновение пальца с определенным отпечатком запах канифоли достижение заданной высоты или слово сказанное как пароль Ванька показывал жердок восхищался и в ответ рассказал Ваньке какую карьеру он сделал и для чего помнишь мы когда-то говорили о диссидентах я тогда считал что они неправильно действуют и сейчас думаю что был прав они уже тогда своими разоблачениями лишали людей веры в лучшее будущее разрушали как бы это сказать духовную инфраструктуру и что получилось полная разруха всей жизни и всех устоев но все-таки у людей есть потребность верить во что-то хорошее в коммунизм спросил Ванька коммунизм название условное но ведь можно построить более или менее справедливое общество теперешние правители о людях не думают а мы думаем и что-нибудь сделаем малые дела важнее великих свершений и мы начинаем с малого вот выиграли выборы теперь кое-что начнем делать конкретно для людей тебе например уже решено купим кресло с электрическим движком дадим квартиру специально оборудованную постараемся насколько возможно обеспечить нормальную жизнь и вообще мы много можем сделать если бы только нам не мешали а кто мешает спросил Ванька да мало ли вчера по телевизору выступал олигарх стращал народ что если начнется передел собственности будет гражданская война разве не будет кто с кем миллионы людей считают что олигархи обокрал и хотят отнять у него наворованное а кто против этого только сам олигарх так кто будет за него воевать его телохранители они же первые его и повяжут значит ваши главные противники олигархи не только наши противники всякая сволочь фашисты всякие здесь тоже есть один очень страшный человек между прочим твой давний знакомый страшным знакомым догадаться нетрудно был крыша был бандитами остался только теперь бандит сидеешь ты про великий сокол слыхал нет фашистская организация четкая идеология железная дисциплина местной организации по всей стране а крыша в этом соколе состоит не состоит а руководит им из долгова штаб квартиры его в москве но руководить отсюда удобней не так заметно а куда же смотрит ФСБ МВД прокуратура наивный ты человек все-таки Ванька куда они смотрят он сам из них очень страшный человек повторил жирдык если его не остановить остановим обнадежил Ванька как раз в это время в дверь условным образом постучали и на пороге объявится сам предмет разговора с бутылкой водки выключить человеком тренированным крыша здороваясь жирдыком ни малейшего смущения не проявил только посмотрел внимательно на Ваньку в попытке понять что привело сюда победителя выборов и не раскрыл ли ему Ванька неких замыслов жирдык в свою очередь прощупал подозрительным взглядом крышу соображая что тот здесь очевидно не в первый раз тем не менее оба своих подозрений друг друга никак не раскрыли но каждый заподозрил в двойной игре Ваньку при этом все трое вели себя дружелюбно и через некоторое время уселись за стоявшей стороне шапки столик выпивали закусывали и чем больше пили тем более нежными чувствами проникались друг к другу через час или больше они вспоминали всякие случаи с прошлой жизни произносили тосты за дружбу говорили разные приятности и глядя на них со стороны трудно было бы представить что эти люди друг другу враги а впрочем в России от дружбы до вражды путь всегда недалекий сейчас мы пьем обнимаемся ты меня уважаешь и я тебя уважаю а в следующую минуту схватились за нож за топор или за что-нибудь огнестрельное за окном была тихая морозная ночь светила полная луна кошки орали на крыше из подвала неслись песни исполняемые нестройным мужским трио на диком бреге ердыша по диким степям забайкалье ребята друзья мои в порыве светлых чувств воскликнул жердых как все же прекрасна жизнь и как хорошо ощущать в ней себя человеком существом рожденным рожденным для чего спросил Ванька для чего ты хорошего короленко сказал человек рожден для счастья как птица для полета можно я переформулирую благодушно возразил крыша я смотрю на это проще человек это постоянно действующая фабрика по переработке продуктов природы в говно а тем временем с запада или с востока или с какой-то другой стороны уточнять не будем чтобы не ввергать читателя соблазн двойного толкования текста и подтекста в общем с одной из сторон на город долгов надвигалась в осени зимняя грозовая зловеще красивая туча ее еще наверное мало кто видел а Ванька уже всем своим со всех сторон укороченным телом ощущал ее приближение тут надо сказать немедленно хотя в интересах сюжета стоило обозначить заранее что любая гроза повергала Ваньку в состояние звериного беспокойства может быть от того что почти все нервы были обрублены торчали наружу и чуть чем любого барометра воспринимали даже неясные атмосферные возмущения во время погодных катаклизмов Ванька порой сходил с ума и самые страшные мысли озаряли его изуродованную снаружи башку посмотрев тот вечер на небо можно было заметить что одна сторона его была черно-лиловая а другая напротив девственно-ясная черная медленно двигалась к ясной и ясной двигалась к черной и наконец оценив впали друг к другу в объятие прямо над центром города Долгова потом говорили что столкнулись два атмосферных фронта один из фронтов был циклон очень теплый и влажный а другой антициклон сухой и холодный они столкнулись и вдруг все завыло и засвистело лиловые тучи завертел вихри и она превратилась в грязный черный лохматый смерч вертящийся столб нижний конец которого опустился к земле а верхний вытянулся в сторону космоса невероятная сила вращала это черное месиво отрывая от него и опять притягивая к центру темные клочья а вокруг столба вращались и клокотали клубы дыма пар грязи или неизвестно чего всех цветов радоги и их мерзейших оттенков смерч ни на одном месте стоял и не прямо передвигался а ходил кругами по центру города будто хотел именно это место полностью изничтожить он гнул до земли и ломал деревья срывал с домов крышей переворачивал автомобили катил по улице пустые бочки волок рекламные щиты разбивал дребезги киоски а какую-то телегу вместе с лошадью поднял вверх и понес куда-то словно воздушный шар и лошадь беспомощно дрогала ногами все свистело шумело ревело с неба обрушились на город дождь снег град величиной скулап и все осадки какие только можно себе представить и в таких количествах каких представить себе нельзя молнии высвечивались ослепительными зигзагами и с ужасным треском втыкались в землю все люди попросыпались и в страхе смотрели в окна а иные наоборот закрывали глаза затыкали уши и молились кто кому и чему умел никто никогда в такое время года подобной грозы не видел и в другое время не видел и ни в какое время не видел и видеть бы не желал и некоторые даже стали думать что может быть это не гроза война и не простая термоядерная или обыкновенное светопреставление страшный суд ради которого разверзнется земля скроются все могилы тьмы мертвецов вылезут наружу и станут клацать зубами все сверкало гремело Ванька заволновался и его схватило чувство что он сам часть этой стихии хотя внешне никто бы и не подумал его комната как известно находилась в полуподвале нижняя часть окна стояла в бетонном кармане ниже уровня тротуара приблизительно на полметра а верхняя часть приблизительно на метр поднималась над уровнем прямо в окно летел поток воды как из трубы большого диаметра бетонный карман немедленно наполнился вода давила стекло и опасно сочилась внутрь одна молния ударила прямо в карман и вода немедленно закипела но стекла не лопнули другая молния очевидно ударила в крышу и ощущение было такое что на дом упала большая бомба трое друзей все еще сидели за столом глядя в сторону окна Ванька опять вспомнил бой в Кандагаре когда маджахеды из всех видов оружия крошили батальон застрявший в ущелье практически беззащитной крыши тоже вспомнил афганский опыт и штурм дворца президента Амина жердок ничего подобного вспомнить не мог и полез под стол ты чего прокричал ему Ванька отогнувши клеенку я боюсь прокричал из-под стола жердок все боятся сказал ему крыша но зачем же лазить под стол вылезай он схватил жердока за шкирку и стал тянуть наружу а тот упирался плакал и кричал ребята не надо оставьте меня здесь но я боюсь вам не страшно вы герои а я боюсь а ты не бойся это не страшно сказал Ванька сказала совершенно спокойно это тебе не страшно прокричал жердок потому что ты обрубок тебе жить незачем а я еще полон сил глядя на Ванькино лицо трудно было понять что она выражает ну вылезай Саня сказал он жердоку почти ласково успокойся ты что же грозы не видел вылезай потолкуем как ни странно эти слова подействовали на жердока и он оттолкнувши руку крыши вылез и отряхнулся смущенно ну вот сказал Ванька вот и хорошо выпей еще и успокойся жердок принял протянутый ему стакан и отхлебнул стуча в стекло с зубами и проливая водку на грудь ты знаешь сказал ему Ванька когда очень страшно надо думать о чем-нибудь отвлекающем я когда нас крошили в ущелье почему-то старался вспомнить стихи которые я где-то зачем-то читал и запомнил Ванька закрыл глаза и почти пропел утомленные пушки в это утро молчали лился голос кукушки полный горькой печали но ее кукованье не считал как бывало тот кому этой ранью старина куковала взорван дот три наката сбита ели макушка молодого солдата обманула кукушка а мне сказал крыша в таких случаях приходит на память маршевые песни несокрушимая пропел он и легендарная в боях познавшая радость побед подхватил ободряя себя жердок и посмотрел в окно стихия проявляла признаки успокоения не надо это попросил ванька ты повернулся он к жердоку лучше спой нам что-нибудь лирическое а что спросил жердок и вздрогнул от вновь врыкнувшись за окном молнии что хочешь например свою любимую песенку герцога крыша посмотрел на ваньку вопросительно да сейчас вроде не к месту засомневался жердок ничего сказал ванька хорошая песня всегда к месту ну давай ты думаешь сказал жердок и согласившись приложил руку к груди открыл рот но в это время опять засверкали молнии одна другая третья жердок обхватил голову руками присел и снова полез под стол новая молния опять попала в бетонный карман на этот раз стекло лопнуло и пящая вода хлынула внутрь клубы горячего пара закрыли все умираю закричал из-под стола жердок тогда я вам спою сказал ванька и потянулся к магнитофону крыша немедленно сообразил что это значит но он ваньки уже не видел стой закричал он и кинулся к ваньке сквозь пар он прыгнул на ягуар вытянув руки вперед летел на перехват похоже может быть на торпеду и застигнут был случившимся прямо в полете ванька нажал на клавишу из микрофона вылился чистый тенор жердока сердце красавец и тут полыхнуло не снаружи а снутри и крыша не упал на ваньку а напротив взмыл вверх и продолжил свой полет в бесконечность незадолго до грозы Аглая Степановна Ревкина сидела за столом пила чай с ванильным сухарями и поглядывала в окно там было тихо и ясно ничто не предвещало ничего Аглая вспоминала свою поездку в Москву встречу с генералом Бурдалаковым Дракуль с милицией скандал со скульптором Огородовым нахал с такой болезнью вился прощаться вот и ей пришла пора расстаться со своим постояльцем три десятка лет прожили вместе вот сказала она подойдя к нему с чашкой видишь все-таки дождались завтра тебя поставят на старое место это уже все никто тебя оттуда не сдвинет она посмотрела на него но в его лице и фигуре никакого отношения к предстоящему событию не обнаружила и вдруг подумала а вдруг он не хочет туда там холод сырость голуби возможно разные злоумышления в каком-то городе взорвали уже памятник Николаю второму и этот могут взорвать еще подумала отдам его имя а с кем останусь сама одна в пустой квартире как это бывало и раньше она в своих размышлениях упускала из виду то обстоятельство что он не совсем живой и мимолетно скользнула мысль а что если вовсе не отдавать эти люди отреклись от него думала она забыв что живет уже в другую эпоху не тех которые отрекались разве они заслужили право на него после чая стала готовиться ко сну поселила постель включила телевизор местный канал подводил итоги выборов коммунисты одержали внушительную победу журналистка брала интервью нового главы долговской администрации Александра Жердыка я считаю нашу победу естественной людям надоело жить в нищете и неопределенность они теперь видят воочию что только коммунисты способны обеспечить им спокойную и достойную жизнь а что касается меня лично с выражением печали добавил он то я не воспринимаю свою новую должность как источник каких-то льгот преимуществ или чего-то такого для меня это будет тяжелый труд повседневный неблагодарный но если мы любим наш народ нашу родину мы не имеем права уклоняться даже от самой трудной и неприятной работы после рекламной паузы пошел фильм из цикла наше старое кино фильм был и правда старый черно-белый о войне секретарь райкома с актерами Ваниным Жаровым Астанговым наивный конечно фильм но идейно правильный вот ведь умели делать и сюжет острый и актеры хорошие и идеологически выдержан может быть прав жердок все возвращается на свое место молодые люди смотрят эти фильмы и что-то наверное западает им в душу в конце концов начнут понимать что прежние поколения жилы идеалами не то что эти новые русские у которых идеалы измеряются весом золотой цепи на толстой шее в комнате было тепло пожалуй даже жарко но я слегка знобила и она натянул на себя ватное одеяло за окном опять светила луна светила тихо и безмятежно и так ярко что можно было читать книгу аглая угрелась ей было хорошо она смотрела телевизор поглядывала на луну и теперь видела отчетливо брат режет брата в телевизоре староста служивший немцами схвачены партизанами стал кричать я русский а секретарь райкома ему сказал ты предатель и для нас ты трижды немец гад аглая пыталась следить за сюжетом но мысли разные отвлекали она даже не заметила как этот фильм кончился и началась другая передача в которой вдруг почему-то показали валентину жукову и попросили ее опознать а почему ее надо опознавать когда ее все и так знают аглая не поняла и переключившись на другой канал попала в передачу совершенно другого рода показывали зал в котором сидели какие-то люди на партизан совершенно не похожи между ними ходила молодая женщина с микрофоном и задавала вопрос скажите вот вы говорите что разошлись с мужем потому что он вас не удовлетворял сексуально это что значит не удовлетворял он был импотент у него не было эрекции нет отвечала спрашиваемая физически у него все было нормально но он просто не хотел понимать что могут быть какие-то фантазии не признавал никаких отклонений от того что сам считал нормой ну например ну например он был против анального секса а когда ему сказала я что хотела бы переспать с и под другом он вообще скандал поднял и даже позволил себе ударить меня в конце концов я от него ушла и вышла за другого но этот другой помогает вам осуществить ваши фантазии да конечно он не запрещает вам переспать со своим другом не только не запрещает но наоборот поощряет мы часто занимаемся групповым сексом и вам нравится групповой секс очень а что именно вам нравится в групповом сексе больше всего мне нравится двойной минет двойной минет подняла бровь ведущая это что же два члена в рот вот как это в самом деле должно быть увлекательно а тройной минет вы не пробовали аглая не поленилась летела с кровати подбежала к телевизору и стала плевать на экран выкрикивает дура дура два члена в рот стрелять таких надо стрелять она дрожала от возмущения плевалась и заплевала весь экран выключила телевизор легла долго не могла успокоиться что же это происходит неужели ради таких тунеяд цивана ее поколение жертвовали своим здоровьем и жизнью включил и другой канал там слава богу передавали что-то родное повторяли старый голубой огонек с космонавтами передовиками производства мастерами слова и сцены поэт Роберт Рождественский еще живой читал стихи про того парня Людмила Зыкина прижимая руку к груди пела песню издалека долго течет река Волга однажды Аглая плыла по Волге на пароходе это была плавучая межобластная партийная конференция плыли секретари обкомов райкомов партийные активисты вместе с ними два члена политбюро Кагановича и Ворошилов от этого путешествия в памяти осталось немного бесконечные холмистые и лесистые берега песни из кинофильма Волга Волга щедрые столы и в кают компании матрос исполняющий танец яблочкой Ворошилов блюющий за борт два чекиста держали его при этом за локти чтобы он не выпал один из них заметив на палубе Аглаю посмотрел на нее очень недружелюбно и она поспешила немедленно исчезнуть вспомнив о Ворошилове она стала думать о Сталине Сталине и тут же его увидела он спускался к ней с крутого противоположного берега с кальсонами повязанными вокруг головы вроде чалмы и семки трепетали на легком ветру она хотела сказать Сталину осторожно здесь круто но увидела что эта крутизна Сталину не угрожает прыгая с камня на камень он зависает на несколько секунд в воздухе и даже вроде бы парит как птица а потом опускается на следующий камень Аглая сначала удивилась как ему это удается а потом сама попробовала и увидела что она может тоже парить она поднялась невысоко может быть всего на вершок от земли но держась на этой высоте небольшим усилием воли начала передвигаться навстречу Сталину и приблизившись сказала радостно товарищ Сталин вчера в нашем магазине давали крупу на что Сталин ласково улыбнулся и сказал когда я был маленьким я любил ездить на паровозе иосиф Сталин тут же он поднялся на ступеньку паровоза и правой рукой держась за поручень другую откинул и красивым голосом запел сердце красавицы склонно к измене аглая немного удивилась что товарищ Сталин поет такую странную не кавказскую песню и от удивления проснулась луны за окном уже не было было наоборот совершенно темно и очень тихо очень спокойно слишком спокойно как перед внезапной атакой противник она почувствовала сейчас что-то должно случиться но тут же сама себя спросила а что может случиться и сама же себе ответила ничего не может случиться и снова закрыла глаза был яркий летний день солнце в зените аглая стояла среди высокой травы на лужайке в сосновом лесу цвели полевые цветы летали бабочки и стрекозы а товарищ Сталин стоял в большом жестяном тазу с ног до головы покрытый густой мыльной пеной она стала тереть его мочалкой и поливать водой из большой эмалированной кружки а он такой маленький примерно как пятилетний ребенок но с усами и непонятно чугунный или живой и в мундире или без ничего аглая льет и льет воду из кружки а пены становится все больше она окружает его как пышная кружева Сталин то совсем пропадает в ней то выныривает наружу аглая хочет кого-то спросить что делать когда столько пены и видит Владимира Ильича Ленина Ленин в накинутом на плечи пиджаке сидит на пеньке у своего шалаша и быстро пишет апрельские тезисы в середине июля а над ним кружится рыжий шмель она к нему подходит чтобы спросить как ей быть с пеной окутавшей товарища Сталина но вождь не слышит пишет и трясет бородой она трогает его за плечо он поднимает голову и она видит что это не Ленин а Шубкин Шубкин тут же закрыл свою писанину рукой но она понимает что это он пишет на Сталина донос нет не донос говорит ей Шубкин это сатира это сказка про трех поросят и называется лесоповал все равно сказала ему Аглая зачем вам в Израиле лесоповал там ведь нет никаких лесов она пошла назад к Сталину но там где он только что был нет ни его самого ни таза там стоит генерал Бурдалаков со знаменем которое распростерлось несмотря на полное отсутствие ветра и на нем видны гвардейские значоки надпись друга спасет врага паразит и никаких дырок Аглая подошла к генералу поздоровалась и спросила вы Берлин уже взяли или только собираетесь взял ответил ей Бурдалаков только что взял о чем доложил лично Леониду Ильичу Брежневу а почему не товарищу Сталину строго спросила она а Сталин здесь больше не живет он взял отпуск и уехал в Сочи Аглая обрадовалась вспомнил что ей тоже надо именно в Сочи потому что она не брала еще сегодня кефир она сказала спасибо и пошла по степи и рядом с дорогой увидела брошенную телегу с двумя упавшими на землю оглоблями в телеге охапка соломы а на ней голый ребенок это Марат ему два годика и он мертвый один глаз у него закрыт а другого совсем нет она не поверила что он совсем умер и его нельзя оживить она посмотрела нет ли кого вокруг и опять увидела Сталина теперь он был в белом халате со стетоскопом перекинутым через шею товарищ Сталин сказала она у меня горе у меня умер сын а муж мой геройский погиб за родину я вам помогу сказал Сталин и приложил к ее груди стетоскоп запел сердце красавицы и как только он запел ему ж Андрей Ревкин соединил провода и с неба из-за черных туч ринулись к земле пикирующие бомбардировщики посыпались бомбы и стали рваться со слепительным светом и ужасным треском словно рвалась парусина Аглая поняла что все это ей снится что надо проснуться и все пройдет чудовищным усилием воли она разлепила глаза и увидела что явь даже страннее сна за окном что-то сверкало гремело свистело трещало пылало нефтебаза горела падая большая сосна горел и падал электрический столб бенгальским огнем рассыпали сомкнувшиеся провода светился экран телевизора и горел сам телевизор стекла изо всех окон летели внутрь и сверкали рассыпавшимся по полу калейдоскопом а Сталин но не живой а железный стоял посреди стихии и раскачиваясь из стороны в сторону пел сердце красавицы весь он при этом дрожал и качался видно было что рвется но не может сдвинуться как эта сила держит его на месте он не может справиться с силой и надеяться одолеть ее песни сердце красавицы сердце красавицы пропел он в очередной раз и как бы в ответ на его усилие что-то вдруг ухнуло громыхнуло свет ярче прежнего брызнул в глаза и дом закачался Сталин сдвинулся с места и пошел прямо к оглае вместе с плитой в которой он был приварен пошел в перевалку подминая под себя стекла которые под ним хрустели звенели разлетались белыми брызгами а он все шел и шел упорно грозно неумолимо аглая вдруг поняла что он идет к ней чтобы взять ее как женщину и сама воспылала безумной ответной страстью она приподнялась на подушке она растопырила худые руки и ноги в разные стороны всю себя растопырила и сказала тихо но страстно иди ко мне ну иди иди ну иди же и он шел к ней качаясь и дрожа неудалимой дрожью от какой-то бушевавшей внутри его бешеной силы он шел стекла летели ему в лицо свет слепил ему глаза из глаз летели огненные струи как будто с помощью их он хотел увидеть оглаю ну иди же миленький иди ко мне мальчик мой заклинала она перед самой ее кроватью он словно засомневался остановился и даже качнулся назад так сильно что чуть не грохнулся навзнич уже чугун и затылок почти что коснулся пола но неведомая сила удержала его подняла выпрямила подбросила к потолку опустила на место он опять задрожал задрожал и с криком сердце красавица обрушился на оглаю и она приняла его всем своим растопыренным телом звучала песня гремели взрывы звенели стекла ломались стукались скорежились балки потолочного перекрытия внутри огла что-то хрустело она не поняла что это хрустят ее же кости а забопила она испытывая ни с чем несравнимые буйные чувства такое острое какого никто никогда не изведал из груди ее вырвалось кламя говорят местные жители никогда не видели в зимнее время подобные грозы да и не в зимнее время тоже не видели ударами молний порывами ветра смерчем все вокруг было разбито сожжено уничтожено растоптано разорвано в клочья сгорели электростанция нефтебаза и автобаза развалился на куски мукомольный комбинат но свидетели того как горел и взрывался дом где жила Аглая не могли найти слов чтобы описать это зрелище некоторые начинали примерно так ну это было ну это ну это и замолкали в большом изумлении конечно всем было ясно что это был не просто пожар и не просто взрыв и не просто несколько взрывов а что-то гораздо больше после взрывов долгов наехали всякие эксперты из области из Москвы собирали обломки и обрывки в полиэтиленовые мешочки и увозили с собой версии выдвигались самые разные и очень дикие начали даже с того что будто имело место землетрясение это в наших то краях сейсмически очень устойчивых потом стали искать признаки чеченского следа только перебрав все самые невероятные предположения вспомнили про то о фейер верк и в конце концов сочли наиболее правдоподобной причиной начального взрыва грозовой разряд удар молнии был воспринят одним из ванькиных устройств как радиосигнал дистанционного управления первое устройство рвануло а дальше пошла уже цепная реакция бомбы мины гранаты тротиловой шашки мешки с элитрой ящики динамита баллоны газового коллектора не зря этому подвалу было присвоено звание малая хиросима пожарные надо отдать им должное приехали вовремя и раскрутили как полагается шланги но в последние секунды выяснилось что вода в бочке замерзла в пожарных бочках вода имеет обыкновение замерзать при температуре не опустившейся еще до нуля шланги были местами протерты до дыр да и помпа вышла из строя поэтому пожарные только бегали вокруг пламени отражавшегося на их касках и оттаскивали баграми обгоревшие куски того что выкатывалось из огня бревна балки куски дверей столов и стульев со всеми этими предметами вылетел еще один продолговатый обгорелый что-то вроде бревна пожарные оттащили его баграми подальше от огня и тут только обнаружили что это не бревно а еще живое тело с остатками руки ног тут конечно весь персонал скорой помощи кинулся к этой живой головешке которая пылала и клокотала и что-то такое как будто еще произносила доктор синельников приблизил ухо к дырке бывшей когда-то ртом и сквозь клокотание расслышал слова правильно он говорил будет еще и на нашей улице про и на этом обгорелое тело скукожилось и затихло все остальное что было в доме органическое сгорело а железное растопилось статуя превратилась в бесформенную со всех сторон оплавленную чушку от живых существ включая Шурочку дурочку и ее кошек не говоря уже о Ваньке Жукове и его гостях ничего не осталось только долго еще над данным местом и в ближайшей округе стоял запах горелого мяса а через два квартала от места события был найден с двух сторон обгорелый остаток пластмассовой ноги с кожаными застежками остаток был испещрен латинскими буквами химическими формулами электронными адресами цифрами фразой написанной крупно по-русски отомщу за афган эпилог я приехал в Долгог только в начале лета и сразу увидел как много изменилось здесь к лучшему и как много осталось в прежнем виде старухи на перроне по-прежнему предлагали пассажирам свой товар но теперь в расширенном ассортименте уже не только вареные картошкой соленые огурцы но еще белеши пива кока-кола а вдобавок съедобной продукции печатная в основном одного направления журналы плейбой пентхаус и брошюра техника секса для пожилых с разными рекомендациями выкладками и диаграммами на перроне очень чистом было несколько палаток где шла торговля мороженым жвачками гамбургерами чизбургерами горячими собаками сникерсами которые едят и которые надевают на ноги матрешками изображающими видных политиков армейскими форменными фуражками ремнями значками и знаками военных отличий домашними тапочками очками махеровыми нитками и вообще всякой всячины город за время моего отсутствия явно приобщился к мировой цивилизации о чем свидетельствовало хотя бы объявление для проезжающих иностранцев платный туалет за углом цена договорная и на другой стороне в скверике перед памятником Ленину Ильич порядком заплесневел и сидит там до сих пор я тоже нашел предупреждающую надпись цветы не рвать по траве не ходить хотя я был близким свидетелем и участником всего происшедшего за последние лет пятнадцать в России долгов даже мне показался городом странным какое-то противоестественное смешение примет старой новой жизни те же кривые улицы с теми же названиями Ленинская Советская Марксистская имени Алексея Стаханова имени двадцать второго съезда КПСС а между ними кривая поперечная Паштамская Монастырская Соборная я легко нашел Комсомольский тупик и то место где стоял дом Аглай там очевидно и соседние дома были снесены а на их месте возникли несколько зданий слишком шикарных для простого районного центра шестиэтажные корпуса облицованные гранитом с большими окнами с голубыми елями центрального входа очевидно главного корпуса с четырьмя колоннами весь этот участок был обнесен высоким забором из металлических прутьев с золочеными наконечниками с автоматически закрывающимися воротами и охраной на воротах вывеска бальнеологический комплекс долговские минеральные воды на внутренней стоянке я увидел целую коллекцию дорогих иномарок я спросил у сторожа что собой представляет этот комплекс он сказал мне что это частная водолечебница для очень богатых людей для новых русских спросил я для иностранцев тоже сказал привратник воды у нас оказывается по своему химическому составу не уступает карловарским а лечение стоит дорого но дешевле чем там а питьевую воду мы продаем по всей России даже в Москве а кому же это все принадлежит спросил я известно кому сказал феликсу филипповичу булкину булкину переспросил я значит он это все построил не только это новый церковь заложил ночной клуб и казино перекупил два ресторана открыл два супермаркета богатый человек но добрый вон видите детскую площадку это он городу подарил дом для престарелых на свои собственные деньги содержит значит здешний олигарх сказал я да вроде того согласился страшник детская площадка ничем не отличалась от миллионов других кроме может быть плаката с изображением черной ведьмы кавказской национальности запихивающей в мешок белокурого ребенка и с письменным призывом внизу родители берегитесь киднеппинга дальше начинался длинный высокий бетонный забор а за ним я увидел архитектурное чудо дворец из красного кирпича с четырьмя башнями что-то похоже на петровский замок в москве я спросил проходившую мимо тетку с кошелкой чей это замок чумы сказала она а что он здесь живет не живет а бывает а живет в москве потом я видел еще цементный завод и бензоколонку и что-то еще и все это по словам жителей принадлежало чуме о чем некоторые говорили равнодушно а другие с почтением третьи с большой неприязни аллея славы напомнила мне новодевичье кладбище в миниатюре здесь среди заросших бурьяном могил героев прежних времен и пышных памятников новым авторитетом не сразу углядел я скромное захоронение с гранитной плитой которая видимо недавно заменила лежавший здесь раньше камень на ней с золотом были выведены даты и имена погибшего героически Андрея Еремеевича Репкина и погибшей трагически его вдовы Аглая Степановна а чуть ниже было написано незабвенным родителем от сына Марата я постоял минуту в невольных мыслях о бренности жизни и двинулся дальше многое изменилось в долгове но педестал посредине площади победы так и стоял как раньше как будто его держали на какой-то резервный случай впрочем и не как будто его в самом деле не разрушали потому что как я потом узнал в местных умах постоянно рождались и сменяли одна другую идею поставить на это место если не самого Сталина то кого-нибудь кого хотели приблизить к народу или точнее кому народ хотели приблизить такими в разные годы виделись маршал Жуков академик Сахаров писатель Солженицын Петр Столыпин и Николай Второй а Феликс Булкин до того обнаглел что за огромные деньги надеялся уековечить здесь самого себя в качестве символа новых времен когда не вожди полководцы а деловые люди правят миром районным законодателям хватило ума мужества и перевеса в один голос предложение Булкина отклонить у людей однако не было никакого сомнения в том что кого-то здесь обязательно и в недолгом времени взгромоздят но кого вопрос никак не решался но участок земли вокруг педестала был ухожен и засажен маргаритками а низкая ажурная оградка свежеокрашена постояв здесь и помыслив бессмысленно неизвестно о чем я посмотрел на часы решил что пора обедать и отправился к себе в гостиничный ресторан и тут меня ожидала встреча с человеком которого я уже не чаял увидеть в этой жизни проходя мимо двухэтажного здания огороженного зеленым штакетником я сначала обратил внимание на вывеску ворот дом презрения престарелых где приставки пре и при перепутаны местами были как мне показалось символически а потом увидел этого старика грузный с большой головой на которой остатки седых волос распушились в разные стороны он сидел в инвалидной коляске закутанный в плед и придерживая левой рукой очки читал какую-то книгу и его сразу узнал и подбежал к нему адмирал воскликнул я радостно неужели вы он оторвался поднял голову сдвинул очки на темя и подобие улыбки тронуло его в губы а это вы продребежал он не спрашивая утверждая удивлены что я еще жив не удивляйтесь чахлые организмы живут долго потому что они не горят а тлеют оказалось что он не только жив но в полном уме и все помнит он меня просил и этому не удивляться я всю жизнь был мыслящим растением в маразм впадают те у кого мозг долгом застоя а я всегда о чем нибудь думал и кровь приливала клеткам мы вспоминали былое говорили об аглае о шубкине да кстати спросил я не знаете ли как он живет я в прошлом году получил от него письмо там он написал что пришел к истинной вере вере предков и собирается переработать лесоповал в соответствии с новыми своими убежениями увы вздохнул адмирал это ему уже не удаст и на мой вопросительный взгляд ответил получил при обрезании заражения крови и умер мы оба повздыхали попечались но что делать сошлись на том что шубкин прожил долгую сложную жизнь и был счастлив и многих потому что всегда и истово что нибудь верил а вы спросил я адмирала пришли к религии или остались атеистом я не пришел ни к чему и ни от чего не ушел я не верю что бог есть и не верю что его нет ну как так удивился я если вы не верите в одно значит вы должны верить в другое я ничего никому не должен сказала ну прямо просто я не вижу никаких доказательств присутствия бога и не вижу никаких доказательств его отсутствия но вера у меня есть я верю в непостижимость нашего бытия да ну что вы возразил я при том развитии науки какой мы видим чем больше нам открывает наука перебил адмирал тем яснее что до главного она не доберется никогда я с ним кое в чем согласился но предложил спуститься на землю и спросил как по его мнению сегодня люди живут в долгове как жили так и живут сказал адмирал кому есть что украсть крадет кому нечего украсть работает кто работает тот не ест а вы спросил я ну я же не работаю значит меня кто-то кормит в данном случае наш благодетель господин булкин он меня кормит и других кормит и весь город кормит и народ шутит что если бы не чума то мы бы все здесь давно вымерли а скажите мне адмирал вот что еще недавно мы жили при ужасном тоталитарном режиме у нас не было свободы мы не могли читать книги которые хотели читать нам мешали верить в бога нам запрещалось критиковать правительство рассказывать анекдоты слушать иностранное радио говорить о смерти о сексе торговать ездить за границу мы выбирали одного депутата из одного кандидата и все мечтали о свободе и вот она пришла но она нам не нравится и очень многие хотят возвращения старых порядков даже мечтают о Сталине в чем собственно дело я вам отвечу так сказал адмирал до недавнего времени мы жили в зоопарке у всех свои клетки у хищников одни у травоядных другие все обитатели зоопарка естественно мечтали о свободе и рвались из клеток вон теперь нам клетки открыли мы мы вышли на волю и увидели что здесь за удовольствие побегать по травке можно заплатить своей жизнью здесь безусловно хорошо только хищникам которые теперь свободны пожирать нас в ничем не ограниченных количествах и наглядевшись на эту свободу натерпевшись страху мы думаем не лучше ли вернуться в клетку но и хищников туда же вернуть их все равно будут кормить нами но зато по норме и поэтому мы смотрим вокруг и ищем кого спросил я ну скажем директора зоопарк который наведет порядок и всех рассадит по своим клеткам хищников подкармливать будет но и нам выделит сено капусты а иногда за хорошее поведение и морковкой побалует под директором вы имеете ввиду Сталина кого-то вроде него он будет коммунистом я думаю он назовет себя как-то иначе но Эпенеме который он нам придумает не будет сильно отличаться от предыдущего потому что вообще вариантов немного основа его мечта о счастье всем порам как ее достичь рецепт известен богатых отнять бедным раздать чиновников наказать врагов уничтожить но ведь уже известно что эта мечта недостижима потому что да мы знаем все почему каждый отдельный человек знает но все отдельные человеки собравшись вместе превращаются в народ а народ это существо наивное он готов тысячу раз обмануться и в тысячу первый раз поверить но ведь надо поверить не только во что-то а еще и в кого-то правильно соображаете усмехнулся адмирал но это кто-то он уже на подходе он уже перед зеркалом репетирует жесты вы даже знаете как он выглядит ну конечно же знаю сказал адмирал он скромно одет а что-то полувоенное в бетонне прихотлив к материальным ценностям равнодушен к предметам роскоши тем более ростом невысок но коренаст вашей примерной комплекции так может быть мы уже нашли этого человека воодушевился я нет сказал адмирал вы на эту роль не годитесь вы слишком в себе сомневаетесь говорите торопливо и много машите руками этот человек держится загадочно говорит медленно не громко но всегда уверенно жесты у него скупые но выразительные мужчин одним взглядом приводит в ужас женщин виное состояние но импотент обязательно импотент обязательно настоящим народным кумиром может стать только человек для которого нет никаких страстей и соблазнов кроме безграничной власти над телами и душами ничего себе образ вы нарисовали обыкновенный образ сказал адмирал обыкновенный образ тирана люди такого рода большим разнообразием не отличаются почти всю последнюю ночь в гостинице я не спал вернее заснул я сразу а мне тут же приснился этот самый про которого говорил адмирал он стоял на педестале помахивал мне рукой и усмехался приветливо усмехался а я приходил в ужас от этой усмешки и просыпался после этого боялся заснуть ворочался включал свет пробовал что-то читать читая впадал в забытье и опять он появлялся усмехаясь мне с педестала а к утру привиделся настолько явственно что материализация этого видения не казалось мне невозможной покидая утром долгов я ехал на такси напрямик через площадь победы был сильный туман и в клубах его дома деревья столбы и другие крупные вещи исчезали вновь возникали как бы выныривали и так вынырнул из него пидестал он был конечно же пуст и не мог не быть пуст хотя бы потому что еще не пришло время появиться на нем кому бы то ни было пидестал был пуст и не мне реалисту лишенному малейшей склонности какой бы то ни было мистике было сомневаться в том что он пуст подтрунивая над самим собой и ночным своим бредом я оглянулся в глупом намерении еще раз убедиться что все выглядит так как выглядеть и должно пидестал был еще виден нижняя часть его утопала в тумане и поэтому верх казался оторванным от земли и парящим над ней а над пидесталом сложилась фигура что-то человекоподобное она смотрела мне вслед усмехалась и покачивала поднятой вверх правой рукою конец озвученной книги читал Игорь Мурашко Киев 2002 год год год